всем привет видно слышно меня да привет привет всех витаю ждем когда все подключатся пойдем по темам жду ваши вопросы да привет постоянные мои слушатели и зрители вижу всех прекрасно помню носил коттедж привит гамбург витаю так давайте будем потихоньку начинать денис что там по подкасту завтра выпущу подкаст все посмотрите а потом мы с вами мне важно по этому подкасту потому что немножко отличается от остальных мне будет важно ваше мнение и в комментариях и даже на отдельном стриме моего судину смысле на следующем стриме мы обсудим добрый вечер и сарен добрый вечер в сарнах бу богата разив и всем привет друзья подключайтесь сразу лайк это важно буду чаще напоминать сразу лайк подключились лайк 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 без лайков ничего не будет ну давайте потихоньку уже тысячи человек пойдем по темам потом я буду просто перенаправлять люди мотали слушали вопросы давайте начнем сразу самого неприятного для меня это про акулу в египте расстроила меня реакция людей я вам скажу честно потому что я вам просто приведу маленький пример например в конфликте если это можно так назвать израиля и палестины скажем так историческом есть какой момент палестине детей с двух лет учат ненавидеть еврею ну вот просто потому что кто-то еврей а этот человек палестинец араб вот все дальше ничего не интересует а в израиле лечат палестинских детей в том числе и спасают им жизни и все остальное хотя это дети могут быть самых там негативных для израиля персонажей из палестины и вот когда у нас будет все происходить через призму ненависти мы ни к чему хорошему не придем и почему так называется стрим я вам хочу сказать что вы помните когда у нас случалось горе беда по всем телеграм-каналам гуляли вот эти вот скриншоты что в россии рад что там где-то украинские дети травмированы или погибли или люди и вся да ой супер они радовались получается мы превращаемся в таких же я вам скажу это это все плохой симптом это лично мое мнение вы можете быть с этим не согласными но я должен был высказать высказать свою точку зрения потому что я с ужасом увидел сколько мемов публикуется на этот счет это не то не так денис очень интересует бизнес тематика неделю назад подавал заявку на бизнес телеграм-канал вы ее не подтвердил алина карпенко не может такого быть подать и повторно я все подтверждаю туда будут не ролики на бизнес темы алина будет быть будут бизнес стримы то есть комьюнити живое общение ну и кто может записи смотреть кто захочет все все это да денис мужик которого села акула записал видео незадолго до этого где смеялся с людей которые тонули после подрыва газ мне жаль что вы до сих пор живете фейками это совершенно был другой человек на видео уже полтора месяца войны про как-то фейки научиться отличать так денис бачила на войну про локальный контрнаст 2 кому было втрачено 2 леопарда это 13 брэдли я хочу сказать что я сейчас не хочу обсуждать контрнаступление у меня есть определенная информация есть ну как бы такая лично мой анализ догадки определенные я пока воздержусь от всего что может как что может как она вредить украине так где можно взять ссылку на бизнес телеграм значит вы переходите вы переходите на мой телеграм-канал и под каждым видео есть мультисылка и здесь сверху вот ссылка на спонсорство и на телеграм-канал везде есть мультисылки под каждым моим видео там короче на все мои соцсети есть переходите так идем дальше по поводу вопросах с кто взорвал газ то не взорвал газ я вам скажу свою точку зрения значит я считаю я считаю что скорее всего взорвала россия но я ни в чем не уверен это если коротко потому что тоже сейчас там начинается на ту тему кипиш тоже некоторые мысли пока ставлю при себе через месяца два по некоторым нюансам и сейчас вами все сразу сами поймем по некоторым новостям не нюансам новостям привет денис я говорю на семья языках мира бывал во многих точках света никогда не встречал такой языковой вопрос как в украине и не встретите никогда мы еще сегодня об этом отдельно поговорим теперь по поводу цоя так сейчас сразу вопрос на эту тему пошел здравствуйте не хочу спросить свой арестович на превью это часть темы сегодняшнего стрима да то что происходит соем смотрите вы помните что делали начиная с года 2013 что творили этот фарион тягны бог партия свобода вы думаете это все игра на украину нет это все игра против украины не бесплатно и так далее и тому подобное сейчас некоторые люди в том числе общественные деятели лидеры мнений называйте как угодно очень тонко очень точно тоже подыгрывают в эту ситуацию а сегодня с ужасом посмотрел видео я у себя instagram stories опубликовал где парень с велосипедом в автобусе зашел и на него набросился весь автобус молодой пацан совсем весь автобус набросился они готовы были просто его разорвать на части или съесть полоспорт спасибо за спонсорство смотрите что происходит полтора года войны полтора года войны а чтобы вы понимали любой внутренний конфликт и разыгрывание от этой карты агрессия друг на друга внутри украины между украинцами это все работа на путина то есть путин сейчас сидит и потирает руки он смотрит и мне собственно говоря это он от себя думает и делать ничего не надо они сами там все сделают достаточно и гораздо дешевле и проще чем танки и ракеты финансировать подогревать вот эту вот тему раздора специально провокации на этот счет устраивать потом будет потом будут отсняты тысячи тик токов распространяться по всем пабликам и начнется грызня вот и все если вы заметили это приобретает просто массовый характер такое было всегда но сейчас это особо массовый характер приобретает и из такой одной искры начинаются гражданские войны вот я вам это совершенно точно говорю вот например то что с этим цоем было упекла пацана в колонию на для несовершеннолетних на 7 дней это дура пипа это депутат это депутатша хотела попиариться что с этого получилось на что это вообще ситуация вся похожа про этого пацана я хочу сказать то как он с ней разговаривал там это оказалось ну было опубликовано только вторая часть их этой если можно так назвать беседы понятно что там у него проблемы с воспитанием по его там не особо интеллект все но он же гражданин у него есть права чем она занимается настраивать людей как к сожалению очень многие я еще раз подчеркиваю повторяюсь общественные деятели лидеры даже общественных движений у которых обязательно каждый день хотя бы один пост именно на вот эту вот тему язык мова мова язык и так далее вы же видели как военная зсу тиктоки позаписывали под песни цоя тоже поддержку этого парня и вот что вы что мы имеем я еще раз хочу про арестовича сказать в этом контексте смотрите арестович просто-напросто по большому счету поимел офис президента дважды их поюзал поюзал телемарафон и это сейчас говорю не в негативном каком-то контексте я по я констатирую что он сделал набрал себе аудиторию стал зарабатывать раз наверное в 10-15 больше денег чем он зарабатывал до этого приобрел просто бешеную популярность без преувеличения наравне с зеленским его узнаваемость и популярность сейчас а теперь он говорит абсолютно противоположное тому чтобы он говорил находясь на работе в офисе президента он за он и защиту этого пацана выступил и если не ошибаюсь про эту акулу про это все сказал вот куда мы идем вы знаете там у меня было с ним один личный момент в начале войны с арестовичем но сейчас я это никогда не думал что такое скажу вынужден сказать что он сейчас говорит не всегда иногда он говорит полную чушь как в израиле например на этой конференции абсолютно правильные вещи он он тоже понимает что к чему доротич сменил свою риторику у него на сегодня главна проблема цемова вин так манипулюя пидло по пидлому ну я не думаю что он менял у него это было всегда сильно про доротича говорить я не хочу потому что все таки сейчас не хочу переходить в этот вот тоже срач и ругаться между собой я скажу больше после войны много информации у меня уже есть я просто не хочу сейчас подыгрывать этой ситуации опять вам показывать а вот этот плохой а давайте ссориться и и все такое что еще хочу вам сказать вообще сейчас если вы языковой вопрос где-то видите что этот где-то муссируются поверьте мне бегите от таких лидеров от таких спикеров ничего хорошего там не будет просто бегите что там за новый скандал с трампом нет скандала очередной пшик что ему грозит 400 лет тюрьмы ничего этого никогда не будет как вы думаете арестович на фоне своей популярности ворвется в президентскую гонку все покажет социология кто в него будет складываться все покажет социология пока я думаю в него готов вкладываться ахметов по-серьезному покажет социология не обязательно президенты можно пойти лидером партии верховную раду но он точно не будет эти сами он бы с кем-то объединяться возможно будет он гордон медийная вот эта вся история но не хотелось сегодня даже на бумажками не записано но хочу вам значит рассказать такую историю я изучил свои цифры свою статистику свои метрики в youtube после того как мне начали идти вот эти вот предложения сейчас мы про это тоже поговорим и я изучил статистику карлсона такера да вы знаете такого телеведущего сша который был очень популярен на fox news который иногда говорит очень что-то умное это абсолютную чушь и дурь я уверен делать это специально ради популярности но сейчас дело не в этом значит ну как бы в разрез общественного мнения для того чтобы получить просмотр и сейчас он для того чтобы не нарушать контракта у него в контракте он то есть его уволил fox news но продолжает платить зарплату под контракту а контракт у него бешеный 20 миллионов долларов год он выпустил первый выпуск в твиттере потому что там в контракте указано как я понял нельзя нельзя на другом телевидении выступать а соцсети это не телевидение там набрало больше 100 миллионов просмотров его передачи а когда он был на fox news его передачи смотрели в среднем выпуск 3 миллиона 320 тысяч человек 33 миллиона но берем так население сша 350 миллионов то есть один процент от населения теперь берем население украины я думаю сейчас 30 миллионов человек один процент это 300 тысяч просмотров вот но надо считать по-другому я вам объясню как значит представим что 30 тысяч 30 миллионов человек в украине голоса голосуют на выборах где-то 60 процентов от людей то есть это 18 миллионов а значит один процент это 180 тысяч человек у меня уникальных зрителей только внимание не перепутайте не просмотров а уникальных зрителей просмотров у меня там я сам даже скажу за последние 28 дней почти 1 и 4 миллиона просмотров больше 600 тысяч уникальных зрителей больше 600 тысяч а теперь переводим не мой канал точно не смотрят люди ну 99 процентов зрителей моего канала те кто будут ходить на выборы или были на выборах это политически активные люди которые сейчас ими стали или были прежде и так далее и так далее это не те кто вне политики сто процентов значит то есть получается что аудитория украинцы просто доминирующая без вариантов которые находятся либо в украине либо в других странах в общем я так почитал что где-то на три процента голосующих мой канал влияет влияет я сразу скажу это не значит что я скажу завтра голосовать за тимошенко и люди пойдут голоса за тимошенко только потому что я так сказал нет кристина рашкован вы наверно новая на канале еще один вопрос про небесный иерусалим или что-то типа этого сразу бан значит видите пытаются бить сбить смысле то есть я вам хочу сказать но я все-таки имею на вас какое-то влияние так как бы я для этого канала создавал для того чтобы иметь влияние на людей и поэтому чем дальше мы будем расти если мы выйдем на 5 процентов влияния то есть это где-то 900 тысяч уникальных зрителей это очень серьезно именно поэтому мне пошли эти предложения только жаль что эти предложения нет тех от кого бы я допустим их вы рассматривал это предложение от расистов которые сделали сайт я уже как-то вам рассказывал даже скриншоты выкладывал поставили домен июти по европейский союз значит понятно но я все это выставлял никаких переговорах не могло быть и речи я сразу написал кто они такие потом они мне ответили ты не понял главное вовремя перекраситься это они наверное не поняли с кем они имеют дело и кого они выставляют сегодня я зашел посмотрел они выставляют тоже публиковал телеграм-канале кто не подписан подписывайтесь друзья ставьте лайки без лайков ничего не будет давайте поставим лайки значит ростислав шапошников любимый многими который очень выхвалил выхваляет сейчас юрия швеца на чаплыга многими любимый который наверное уже наработал на отдельное видео от меня и так далее и так далее потом мои подписчики начали выставлять что они написали шапошников где-то в комментариях типа ростислав вас на расистском сайте публикует а он такой да вы шо я только проснулся по американскому времени сейчас я пойду разберусь вы не знаете как это просто как какие-то наивные люди ну понятно что он не хотел пачкать репутацию он сказал давайте пока не вскроют это самое будем делать а потом когда раскроют я скажу что я ничего не знал вы можете зайти перейти там идет ссылка на телеграм-канал кто вам будет бесплатно гнать трафик ну кто вам помимо того что они как бы косят под официальные сми у них даже юр адрес в брюсселе в бельгии значит можно иск подать ну то есть они вряд ли будут с этими грации но у них есть трафик ну кто будет бесплатно кого рекламировать не могли там же татьяна мантян борис колесников максим гальдар вот эта вся вата которая тут разрушала страну изнутри на медведчуковский каналах она вся там вот такие вот к чему это все веду подытоживаю сейчас я вопрос этот вот денис почему мир не отреагировал на подрыв гэс я у меня это есть сейчас сразу договорю это обсудим если что напомните значит youtube имеет влияние я хочу сделать эфир с теми кто в этом разбирается это я про арестовича вообще-то начал к чему я веду 5 крупных youtube каналов если объединяются а вы поймите алгоритмы ютуба кто не разбирается это не вы не обязаны разбираться только если вы этим занимаетесь например как я сейчас алгоритмы youtube и практически не зависит количество ваших подписчиков просмотры можно получить без большого количества подписчиков то есть если у вас канал на 10 тысяч подписчиков вы можете 100 тысяч просмотров получить год назад такое представить было невозможно у меня есть просмотры у меня есть просмотры у меня их больше чем например у помойки Исландия ТВ, которые занимаются ровно тем же, чем занимаются Соловьёв в России, у которых 70% накрученных подписчиков, где одним раз и работают, которые своё обязательно получат. У них просмотров меньше, чем у меня. При том, что у них все на зарплате, профессиональная студия, нереальные возможности. А у меня камера и свет в моём кабинете. И всё. И два человека, которые два направления, типа как дизайнер, и помощница, которая там коды напишет или какие-то мелочи ещё. Вот вам, что такое современная эпоха. Поэтому пять крупных каналов, не накрученных, когда объединяются, это уже серьёзное политическое влияние. Чем и воспользуется Арестович. Всё, новая эпоха. Раньше вам нужны были газеты, журналы, ТВ-каналы. Сейчас ТВ, конечно, ещё в теме. Но всё, что я говорю, это конкретный факт. Друзья, лайки, лайки, поставьте, пожалуйста. Эпоха социальных мереж технологий. Да. Допустим, Украина подервала ГЭС, но навещу. Я такого не говорил. Я сказал, что я уверен в том, что это сделала Россия. Но некоторые факты, которые у меня есть, я не хочу сейчас обсуждать. Ну, потому что сейчас на фронте не тот момент. А так мы об этом обязательно поговорим. Я только надеюсь, что кто бы это ни сделал, они ответят потом за это. В том или ином виде. Теперь спросили, почему мир не помогает по ГЭС. Это один из аргументов в копилку моей неуверенности. Раз. А второе. Вот у нас люди гонят, где ООН, где Красный Крест, где все. Сейчас, друзья, на ноутбук ушла четкость, резкость. Сейчас попробуем, чтобы на мне сконцентрировалось. Давайте подождем, может быть, уйдет. О. Я буду воду заряжать, как Алан Чумак. Когда-то. Так. А у меня тогда вопрос такой. Значит, если утверждается, что заминировала Россия. Хорошо. Согласен. Спецслужбы наши 100% должны были быть к этому готовы и иметь план действий. Откуда тогда, я спрашиваю, страдания людей, которые в 70 лет лезли на крышу, чтобы выжить, куча погибших животных, разрушенная фауна, все остальное, горе людей, которые строили себе дома, а теперь у них нет ничего, просто голые и боссы остались. Слава Богу, если спаслись. И нехватка этих лодок. Лодка – это какое-то супердорогое удовольствие, что профессиональные или большие такие любители охоты и рыбалки давали свои лодки и бизнесмены. Но в этом все меня поражает другое. Под контролем украинских спецслужб находятся телеграм-каналы анонимные, которые начинают писать в таком стиле. Типа, Гройсман и Яценюк, не купите лодок, я вам устрою. Там тот-то, той-то, тот-то, тот-то. Значит, не купишь лодок, я тебе устрою. И у меня появляются такие комментарии под моими видео. Зеленский – миллионер, почему он ничего не дал на войну своих денег? Вот это вот, вот это вот, такие люди, которые ничего не поняли и будут дальше продолжать разрушать Украину, сами того не осознавая. Голосуя непонятно как. Не должен Зеленский давать деньги и никакой чиновник или казнократ. А у нас вот эти вот анонимные телеграм-каналы готовы с шантажом, они там уже Трухина, помните, который от ментам давал взятку, типа, я в лес пойду потихонечку, затихарился, купил лодок и уже Трухина этого, все телеграм-каналы говорят, да он прекрасный парень, посмотрите какой. Вообще не пиарит со временой войны, еще лодки купил. Это ненормально. Есть фигуры очень крупные, давайте называть их олигархи, которые, только про них пресса вспомнят, тут же 10 джипов в цветах акки стоят. Да? Владельцы одного футбольного клуба, так скажем. Где-то еще негативное упоминание, о, мы денег дали туда. Лично мне такое не надо, как гражданину Украины, потому что это все, знаете, куда ведет? Что закончится война и будем жить так же, как с теми всеми пагубными вещами, которые к этой войне и привели. А я еще раз напоминаю, людям пытаются через подоляка, офис президента и их информационную политику вложить в голову только одну мысль. Вот у нас все шикарно, если бы не Россия. Россия аргумент номер один, но у нас не все шикарно. А если вы мне не верите, давайте по фактам пройдемся. Назовите мне в мире одну или две страны, да хотя бы одну, где тотальная гнилая коррупционная система, просто гнилейшая, которая начиналась со стартовых позиций с огромными активами и опустилась, где непонятно, что происходит, революция за революцией, АТО, аннексии, все остальное, но которая бы делала все правильно, то есть политики делали все правильно, власть, это, предыдущие, а вот не получается и все. Ну назовите мне такую страну, и это длится годами. Два выхода всегда у таких стран, оба очень плохих. Первое, их разрывают на части, то есть начинают там разделяться, делиться, что-нибудь происходить, и второе, там просто приходит тоталитарный режим, как в России. У них свое проклятие, у нас свое проклятие. Нет просто таких стран. То есть то, как мы жили, как управляли нашим государством чиновники, оно вело бы только к двум. Или к тотальной диктатуре, что я уверен, было в голове, я уверен, был в голове, был, я уверен в том, что это было в голове у Зеленского, когда он приходил. Вот это вот, я делал видео, Лукашенко стайл, охренели эти налоговики, ну скажите мне кто, я их сейчас порву. Это все. Друзья, там не о чем разговаривать. И я когда, я просто не хочу выглядеть как просто как тупо критикант, я иногда упоминаю, что да, за внешнюю политику пять с плюсом. Я подразумеваю за то, что нам дают оружие. Но я убежден, даже когда говорю это, что оружие нам бы такое давали при любом президенте. Даже как бы я ужасно не относился к всяким Петям, Юлям, и при них бы точно так же давали бы оружие. Вот и все. Я, я в этом убежден. И не надо делать с этого прям непонятно что. Это все равно, что вы знаете, я не знаю, какой пример привести, кого-то принести в жертву, а потом героически в скорую помощь, звонить или в полицию. Спасите, спасите. Тут уже человека избили, он уже полумертвый, я виноват, но вы спасите. А потом, спасти-ка, он за него сражается, как он героически скорую вызывает. То же самое. Вот пишут, таких стран нет. Да, таких стран нет. Я это внимательно проанализировал. Такая страна либо исчезает полностью или частично, или там становится тоталитарный режим. Все. Например, африканские страны, где просто гражданская война, революции каждый год, два года, и меняются только лица. притула лачен. да вы посмотрите, опять контрастность уходит на ноутбук. Притула лачен меня не интересует, потому что, кстати, я уже вижу, что притула будет объединяться с Порошенко, я сделаю видео, обещаю на следующей неделе на этот счет. Потому что это те вопросы, за кого голосовать, или типа того, мне надоели, люди ничего не понимают. И, в принципе, уже Зеленского, вся эта тема, она уже достигла нереальных просто масштабов. И Зеленский это уже дракон, против которого в одиночку сражаться нереально просто, нереально, благодаря войне. Потому что, если бы не война, может быть, даже был бы импичмент. Денис, не знаю, видели ли вы, Арестович начал вас цитировать в своем телеграм-канале, пишет, что проблема в системе, не текущая власти, риторика кардинально поменялась. Как говорил классик когда-то, ну, дурачок, Червоненко такой, помните, говорил, своему другу записывал видеообращение с пистолетом с днем рождения и говорил, как это он сказал, надеюсь, ты смотришь мои передачи хорошо, если учишься. Ну, так и с Арестовичем. Кажут, YouTube поменял алгоритмы больше до TikTok. К сожалению, такого нету, но они подкрутили. Потому что такие соцсети, как Instagram на сегодняшний день, ну, никакого внешнего трафика замыкаются на твоих подписчиках. Это ни к чему не приводит, бесперспективно. Или Facebook. Facebook это уже вообще помойка. Здравствуйте, Денис. Почему Запад тратит свои деньги на войну в Украине, незапасы России в Америке, Европе? Это же логично, кто виноват, то платит. Бессмысленно об этом говорить и вы должны понимать, что такое международное право. США соблюдают, в отличие от России, международное право и не может взять вот так вот без суда и следствия, даже если это точно правильно и весь мир это понимает, пока это не докажет суд, ничего этого не происходит. Это совсем другие здесь правила игры. Сейчас коррупция на коррупции в 10 раз хуже стала жить. Ну, это война. Коррупция такая, как была и так и осталась, но еще раз, коррупция не причина, коррупция следствие, неправильная государственная система. Почему украинцы не доводят революции до конца? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Но я там про ГЭС не договорил. Ну, ладно. Если будет интересно, напомните, еще про ГЭС поговорим. Значит, почему революции не доводят до конца и, по сути, это заканчивается государственным переворотом? Ну, по сути. Это я говорю как человек, который был на Майдане. Потому что люди из-за своей необразованности, непонимания процессов допускают то, чтобы на сцену привезли попов, танцоров, украинские народные танцы, иконы, потанцуемо. А потом им пару лидеров туда засунут на этой волне. О, все. Идемо воронитый Майдан. Помните такого? Вачкарика. Вот это из этой оперы. И потому что люди склонны, я хочу это с психологами обсудить, люди склонны, ну, во всяком случае, наши, к фамилиям. Им нужны фамилии. Вот фамилию дай мне, и меня больше ничего не интересует. Это, я думаю, это все-таки подсознательное желание переложить ответственность на какую-то фамилию. Людям не интересна идея и идеология. Но только не вам. Потому что те, кто на стриме, 3000 человек, друзья, активно ставим лайки. Прямо сейчас нужно 2000 лайков, чтобы мы продвигали дальше стрим. Вам нужны идеи какие-то, какие-то мысли. А им нужна фамилия. Ты скажи, я уже много раз, эта фраза заезжена уже. Ты скажи фамилию. Все. Я хочу фамилию, я за нее проголосую, я перекладываю всю ответственность. И только пройдет месяцев 5 после инаугурации, я буду первый его поливать грязью. Потому что ясное дело, что он ничего не сделает. Как бы переложил ответственность, а не справился. Но он еще 5 лет будет рулить. Очень удобно. А потом дай мне следующего. У меня таких комментариев процентов 20. Если у Юли с каждыми выборами все меньше голосов, значит люди умнеют. Ну вы знаете, да, у нее меньше голосов, потому что все-таки люди умирают, те, кто за нее голосует. В смысле по возрасту, да? Потому что это старшее поколение, это жители сельской местности. Но если мы будем так ждать, то знаете, когда пока толстые похудеют, худые сдохнут. Так и здесь. Так, потому что информации у нас не было, все ТВ в руках олигархи. Подождите, подождите, подождите. В 2013 году уже был шикарно развит интернет. И у кого есть что-то здесь, он мог все найти в интернете. Так что не надо. Виктор Продан в бан. Так. Привет, Денис. Вернись, пожалуйста, к вопросу, что думаешь, почему Херсон не были отправлены в гуманитар? Да. Значит, Красный Крест, ООН, мы ругаемся, где что. Я повторяю, наши спецслужбы, если это взорвала Россия, знали, что дамба заминирована. Почему не было это все готово? Теперь нет лодок. Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько эти лодки, какие-то копейки в масштабах государства? Я когда смотрел вообще то, что было там в Херсоне, в Новой Каховке, внутри меня все бурлило, что я не в Украине, потому что я готов был бы все сделать для этих людей. Но никому это не надо. Вы думаете, это дорого стоит? Масштаба государства, пару миллионов долларов на эти лодки, чтобы всех спасти. Это просто смешно. А пресса все, бизнесмен какой-то дал, крупный бизнес, заметьте, дал пять лодок. А-а-а, какой молодец. Кто-то там еще дал пять лодок. Боже, ты лучший. А зачем надеяться на них? Это не от души все сделано, поверьте мне. Знаете, для чего это сделано? И вообще, давайте с другого начнем. Когда-то получил пять землеотводов под большие торговые центры. А теперь дал пять лодок, и он такой герой? Далеко пойдем, далеко пойдем. А потом мне рассказывали, что полные эпицентры этих лодок. И я не за то, чтобы Греги дали эти лодки. А если бы дали только без пиара по-тихому. Если они есть в эпицентре, почему их еще государство не закупило? Можно вопрос задать? 20 миллионов долларов нужны на эти лодки. Это копейки. Это копейки на фоне той помощи, которую мы получаем. Просто копейки. А если они скажут, что нет денег, тогда какого еще там делают Марченко и Гетманцев? Скажите, пожалуйста. Вы заметите такую тему? Вот Гетманцев и Марченко утверждают, что все они делают хорошо и правильно, а мы в глубоком одном месте. Не сходится, правда? Но президент Зеленский конкретно признается на пресс-конференции, и я не управляю внутри ситуации. Но если налоговики омурлели, то я их, конечно, сейчас разорву на части. А знаете, кто управляет? Ермак управляет. А 3055 человек на стриме. Кто из вас голосовал за Ермака? Я не выбирал Ермака управлять моей страной, и вы не выбирали. О чем говорит этот человек? Он что, сошел с ума? А теперь я второе обращаю внимание ваше на вторую вещь. И уже я вам это говорил, и почему мне изначально не понравился Резников, я его раскрыл именно по этому моменту еще за, не знаю, за 9 месяцев до этих коррупционных скандалов. Он ненавидит людей Зеленским. Он этих журналистов вот так бы достал бы автомат и вот так бы всех положил, если бы мог. Я это прочитал в его глазах. Он просто ненавидит те моменты, когда он с журналистами. Я думаю, для него самый комфортный момент, это когда Данилов, Ермак и все такое. Да, и я подтверждаю то, что по поводу партии ИДИЯ, и я уверен, что фронтировать эту историю будет Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, потому что на заседаниях СНБО присутствуют на ставке главнокомандующего тоже Федоров. Это скорее на ставке верховного главнокомандующего. Присутствует Федоров, ему там не по должности присутствует. Значит, Зеленский уже ему доверяет. Все. Вот и все. Значит, Федоров уже часть системы, как я вам все время это и рассказывал, тем, кто обожает ДИЮ так, и считает это реформой. Такой же, как Прозоро. Я тоже самое прочитал в глазах по поводу журналистов, я тоже это заметил, пишут люди. Мне кажется, не надо быть сильно умным или каким-то мегапсихологом или физиогномистом, чтобы это прочитать. Не. Это все... Это страшно. Вы если посмотрите, вы если посмотрите, даже за Путиным или за Лукашенко, когда Путин между журналистов, он скорее такой, да я вас вообще не уважаю и считаю уже на таймере время быстрее бы отсюда выйти и просто прикалывается над ними. Ну, понятно, там все вопросы заготовлены. Лукашенко, как бы он там не пыжился, а я вижу, что внутри он вообще не такой. Это он играет эту роль как бы диктатора, что мозгов нет, вот у него уже все, оно уже в другую сторону не повернется. У Зеленского искренняя злость, искренняя ненависть. Ну, если бы там сидели Соловьев, Скобеева, какие-то, я бы понял, и сам бы я там такой сидел. Там же сидят журналисты с нашей страны. Они иногда задают очень тупые вопросы. Но вы же их туда аккредитовали. Ну, так же нельзя. А знаете, на самом деле, кого он видит в этих журналистах? Вас. Всех нас, вернее. Он думает, не задавайте мне эти вопросы и все остальное. Да, он плохо выглядит. Да, он украсит волосы и бороду. Я понимаю, я знаю. И некоторые говорят там, а ты бы на его месте, а ты бы, ну, пойди сделай. Это его туда кто-то под дулом пистолета сажал? Он был успешный актер, богатый человек с огромными связями. Бывший генпродюсер канала Интер. Захотел бы, стал генпродюсером один плюс один, если бы так стал вопрос. Это огромные деньги. Считать можно себя успешным состоявшимся человеком. Молодой возраст. Не, он пошел туда. Но мы же его не заставляли. А на самом деле, почему он так психует и такой ненависть излучает, я вам скажу. Не потому, что он устал, хотя это понятно так, никто же это не отрицает и все остальное. Ему нужны аплодисменты. Вот за границей он уже другой, потому что там аплодисменты, там не знают, кто он такой. Там не знают, кто он такой. А тут знают и потому нет аплодисментов. Ну так-то может, сухенько. Вот вам и вся разгадка. Можете объяснить, почему Украина, собираясь в Европу, не берет пример от нее в стремлении мультикультурного развития? Мультикультурное развитие это такое, под которое можно подразумевать все, что угодно. Тут дело, знаете, как бы я это назвал Лариса Фокина, цивилизованность просто и все. И все. Я ничего не думаю о пятом проекте Арестовича, потому что я ничего об этом не знаю и, честно говоря, знать не хочу. Так почему мировая общественность не очень проникла из Каховской трагедии? Так я вам объясняю. Если внутренняя страна, которая воюет, знала не готова, почему вы ставите вопрос так требовать что-то от кого-то? Вот объясните, почему вы так ставите вопрос? Эрдоган затребовал, кстати говоря, собрать комиссию из американцев, ООН, Россия, Украина, не знаю, ЕС, собрать комиссию по поводу взрыва ГЭС. Западная пресса не объявила, никто не подтвердил, ни ЦРУ, никто, кто взорвал эту дамбу. Вот и думайте. Но когда в Турции рухнули землетрясения, дома, весь мир помогал. Почему так задумайтесь? Зеленский дал комментарий, что во время... А главное, знаете, сейчас Олег Довженко, сейчас дочитаю. Знаете, что меня больше всего взбесило? Зеленский вышел, начал орать, что где это Красный Крест, где это все, почему не помогают? Я вам говорю, он, по-моему, уже то ли он так устал, ну так, это если культурно, где государство наше было? Если вы туда позволяете там жить людям под риском вот этого всего, про Россию говорить не хочу, мы эвакуируем людей, как бы там ни было хоть как, а те берут и обстреливают. Там неком разговаривать. И часами ругать я их не хочу, для меня все понятно. Ну смысл, какой ругать каждый день тех, все это пропащие люди. Там говорить просто неком и не о чем. Про государство, да, бандитское, я имею в виду. А вам опять ООН Красный Крест. Так я вам сейчас рассказываю, сейчас нас, Зеленский это признал на пресс-конференции, нас финансируют полностью западные страны, пенсии платят с западной помощи. Так вас это устраивает? Я вам больше того скажу, Зеленский рассчитывает жить в таком режиме лет пять после войны. План Маршала отстраивать Украину, его окружение будет осваивать эти бабулесики, а он будет рассказывать, как все плохо. Нет никакого плана, вы понимаете? Поражения не будет, это уже понятно военного, а полной оккупации не будет, тоже понятно. То есть вполне мы имеем моральное право говорить о том, как дальше жить. А никакого плана нет. Опять только дайте денег и мне аплодисменты, а может еще и Нобелевскую премию мира мне дайте. Вот что в мыслях у Зеленского. Зеленский дал комментарий, что во время войны не могут изменить налоговую систему, якобы это было одно из условий летного фонда перед выделением транша. Да. Я вам скажу так. Если бы я был на его месте и такая страшная ситуация, война, я бы делал самые смелые неолиберальные экономические реформы. Если бы кто-то вякнул мне что-то там из МВФ или откуда, так мы что-то так это, а если бы так у меня война. Все, у меня война идет. И все. Если война не аргумент уже для такого, то в мирные времена они нам что скажут? Поставим налоги, НДС 30%, 50% налог на прибыль, налог на зарплату? Так за что мы тогда воюем? Можно спросить? Если мы воюем за хорошее, лучшее будущее, чем оно было, хотя бы давайте так, минималистично трактовать. То есть, что это тогда? Зеленский сейчас скажет все, лишь бы потом. Если, хорошо, если во время войны это не вариант, зачем он в марте месяце? Вот тогда был очень большой вопрос, выстоим мы или нет. Возможно, была конкретно полная оккупация Украины. Он же вышел и сказал, «Педприемцы, мы на вас разраховываем, либеральные реформы, никаких проверок, все». Когда я его спрял духом. Никто ж уезжать никуда, вы понимаете, не собирался. Он потерял связь с реальностью и думает, что ему все должны. С первой частью я точно согласен, похоже, что он потерял связь с реальностью. Я вам ничего не должен, лозунг государства, сто процентов. Лично Зеленского и государства. Вот и все. Денис, как вы думаете, что будет Зеленский под час другого срока работать и спробить изменить под себя закон еще пяти на третий? Я не уверен, что пяти на третий. И, кстати, давайте не будем забегать наперед. Завтра как раз на эту тему у меня будет, он уже записан на прошлой неделе, подкаст выпущен, посмотрите. Я сейчас не хочу передавать содержание подкаста этого, чтобы вам интересно было. Он будет делать на втором сроке то же самое, что на первом. Так, Денис, что думаешь про ситуацию с СЭК, криптобиржами, Binance и Coinbase? Я ничего об этом не думаю. Происходит и происходит. Но я в новостях это все читаю, конечно. Денис, ваше мнение, почему Запад не может повлиять на Зеленского, чтобы убрать Ермака? Гетманцева и других. А они не должны это делать. Вы не поняли? А что Запад должен заниматься нашими внутренними делами? Реформами? Зачем? Им показано, вот это глава налогового комитета, вот это глава моей администрации. Все. Есть механизмы не отдавать долги кредиторам, просто объявить, мы Европу защитили огромной ценой, мы не должны. Фантазия. Чего фантазия? Не фантазия? А почему не аргумент сказать, что у меня идет война, и если я сейчас буду вваливать какие-то высокие налоги, то от меня сейчас весь бизнес уедет? А я хочу вам объяснить, пояснить один очень тонкий момент. И там журналистка, вставку которой я в свое видео последнее, по-моему, делал, там это было сказано, такое словосочетание релокация бизнеса. Я вам объясню. Если бизнес делает релокацию, 95% что он уже не вернется в Украину. В лучшем случае, если там такой формат бизнеса, они опять потом откроют представительство небольшое в Украине. Ну, точка. Если ты перевез, я не знаю, автопарк, если ты перевез производство, если у тебя был ресторан, ты выехал туда, я знаю конкретно пример такой, успешно, будем так говорить, ресторатора, которая будет продавать свой бизнес в Одессе, потому что у него уже в Польше там просто все вперед, как, не знаю, локомотивом прет и все. Потому что понятные правила игры, какая релокация, какой возврат бизнеса. Она уже продает то, что даже во время войны у нее функционировало в Украине. Почему? Потому что она попробовала те правила игры, шикарные. Все. Все. Поэтому, если это не сделать, вот эти релокации бизнеса, на этом все и закончится для Зеленского и для Украины тоже. Не, ну для Украины не в том смысле, что нас не будет. Будем просто каким-то точно сырьевым придатком. Если мы не сделаем за два года после войны ВВП минимум 600 миллиардов долларов, это прям вообще, это просто, чтобы на что-то еще иметь возможность претендовать. Все забыли. Обо всем остальном можно не говорить. Денис, у тебя есть мысли, какие еще могут быть подводные камни у Реформ Зену, не поменяли же они мозгами с Ермаком полностью. В смысле? В смысле? Не понял вопрос. Зеленский никогда ничего не обещал. И я сейчас вам не посвящаю стрим, давайте будем два часа поливать Зеленского и обсуждать, какой он плохой. Мы с вами обсуждаем вообще-то нашу страну. И я всегда говорю, как бы сделать лучше, как бы сделать правильно. И пока жизнь подтверждает, что это правильно. А то, что он делает, это неправильно. Денис, знаете, что в языковом вопросе самое ироничное? То, что в сериале «Слуга народа» механизм раздора по языку был описан в подробностях в одном из эпизодов. А теперь Зелли делает то же самое. Ну, конечно. Денис, так, про Северный поток его взорвала Украина. Ну, это, кстати, хорошо. Тут я ничего не могу сказать. Я даже в шоке, что у нас есть такие возможности. Друзья, лайки, лайки, давайте будем ставить лайки. Заходите на стрим сразу лайк. Это продвигает стрим. Я вам благодарен. У людей должна появиться, у людей должна появиться фраза «Не чему не украинскому» или «Чему не в окопе?» «А что сделано правительством, чтобы украинцам стало жить лучше?» Да, примерно так. Примерно так. Вы понимаете, есть такие вещи, которые сложные, но даже сложные можно разложить на простое и как бы все понятно. А есть то, что лежит на поверхности. Если вы пошли на работу утром, пришли, включили новости, а вы вообще помните хоть один день, когда вам сказали хорошую новость. Я не помню такого. Я забыл, когда я читал, что что-то будет сделано, чтобы я это почувствовал. Но я просто это забыл. Такого просто-напросто не было. Но они по отдельности сейчас сидят на интервью, рассказывают, что просто все супер. Резников вообще у нас самый лучший министр обороны. И пошло и по идее, это оказывается реформа. Вообще, вот понимаете, ничего, ноль, ноль. Это первый показатель власти, любой, какой хотите. А что про Трампа правда? Денис, кто и як будет менять систему, коли менять ее треба? Менять ее треба уже зараз. Кто будет менять, это вам решать. Может, никто не будет менять. И, скорее всего, так и будет. Бизнес вернется, и люди вернутся только при условии низких налогов, отсутствия коррупции, но это не точно. Даже в этой ситуации уже даже это не точно. После всего, что пережили, нужно еще вернуть доверие. А это уже вообще другой вопрос. Это даже не про налоги и даже не про честные суды. Это нечто большее. Потому что, когда тебя так обманули и, прямо говоря, поимели, это вообще другое. Поднимаемся с сиреной и ложимся с сиреной. Да, к сожалению. Да, пишут, безвиз был хорошей новостью. Согласен. Парадокс, опять-таки, я там когда-то сказал в видео, что я вас скоро буду за Порошенко агитировать, но это же как бы образно было сказано. Вот сейчас скажу, что да, похоже, что безвиз и тотальное снижение растаможки на авто это были единственные новости. Компанию изделий финансовала Люда Януковича, Портнова, Сурков. Так. Это комментарий такой. Почему ты никогда не вспоминаешь бандита Поворознюка? А с чего я должен его вспоминать? Скажи. Во-первых, я о нем много говорил раньше. Всегда были вопросы, я всегда отвечал. Что вы от меня ждете? Я не могу понять. И там одна невменяемая мне сбросили, я смеялся там. И Таролахша, и Таролах ее даже не назвать нельзя, какая-то просто сумасшедшая, которая вылезла и начала говорить разную дичь, просто дурную. И комментаторы что-то применяют часто ко мне слово Робин Гуд. Но вообще-то Робин Гуд тот, кто забирал у богатых и отдавал бедным. Я такой подход презираю. Это вообще, я с этим очень далек, потому что это большевизм. Где я, где Робин Гуд? И при чем это вообще? Какое-то имеет отношение ко мне? Это мозги на бекре не у общества, у большей части общества. Так и тут Поворознюк. Я что, разоблачитель какой-то? Или я журналист, может быть? Я даже не журналист. Так, Поворознюка на свалку истории. Ну, наверное. Мне 40 лет, дождемся мы нормальной жизни в Украине или уже нет, спасибо. Мне 35 лет, у меня нет для вас ответа. Чи погодится наша влада на разблокование транзиту российского аммиаку? Не знаю, не знаю. Денис, розжиг с языком появился в Италии, прохожу с мамой, она говорит женщинам с Украины здравствуйте, они не отвечают почему, просто потому, что на русском. Ну, конечно. Ну, так это, когда такое вбрасывается, это уже, ну, среди украинцев по всему миру будет происходить. Просто внутри страны особо обострен. Я просто вам еще раз, может вы не поняли, объясню один момент. Может произойти так, что то, что те, кто находятся в Украине, переживают сейчас, это цветочки на фоне ягодок, которые могут начаться сразу после войны, сразу на второй день. Да, такое может быть. Не дай бог, конечно. И в чем особый цинизм ситуации? Ладно, политики, это больные люди, которые ради рейтинга сделают все, но они же нанимают в информационном поле некоторых, я бездарей прямо скажу, и они это подначивают. Вы это не забудьте, я вас только прошу, не забудьте. Пора начинать быть злопамятными. Миллиардер Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру. Я знаю, наследник уже выразил беспокойство возможным переизбранием Дональда Трампа президентом США. Ну, очевидно, что этот сын будет продолжать политику Джорджа Сороса. Ну, по этим высказываниям. Видели заявление Резникова про изменение цели СВО последствия на мир? Вы знаете, я Резникова смотрю так сквозь пальцы на его заявление, потому что я его настолько не уважаю, я даже презираю это мягко сказано. Ну, кроме матов я бы ничего не сказал. Кстати, ему в лицо все бы повторил. Но я знаю, что он сейчас платит огромные деньги в информационном пространстве на отбеливание. Точно знаю это. Денис, как как ты думаете, у нашего военного и политического руководства действительно планы на полную деокупацию или это уже есть часть предвыборной кампании? Я надеюсь, что это все-таки, пусть это будет часть предвыборной кампании, честно, я закрою глаза на это. Я надеюсь, что это действительно не сидит в голове. Но вы не представляете, как они вредят вам лично, людям, когда вся информационная политика скатилась только в одно направление. Если не граница 1991 года, тогда ничего. Это вранье, это неправда, это невозможно. И точка. Если представить наши с вами самые смелые фантазии, то все равно перед этим будет переходный период. Это возврат на 24 февраля. Понимаете? Вот так вот в один подход такие вещи невозможно сделать, даже имея огромный ресурс, которого у нас нет. Борщевска. Не ознаемывайся с конфедерацией. Но я вам хочу сказать другое про Польшу. Значит, значит, значит. Мне постоянно говорят, когда начинается языковое... Они постоянно, а очень часто стали приводить в пример языковой вопрос. Типа, в Польше националисты, поляки националисты. У людей проблемы со знанием истории. Потому что Речь Посполита была громадной территорией. А осталась относительно Речи Посполита небольшая Польша. Именно из национализма. Вот такая вот история. Хотя я, конечно, ну, Польша молодцы, ничего не могу другого сказать. Но только надо об этом подумать. Чтобы не получилось так, что идеи вот эти националистические, в итоге четыре области остались в составе Украины. Я вот за это переживаю реально. Что творится в обществе, это понимаете, что даже в соцсети попадает там один процент, может, дай бог, от всего того, что происходит. Сколько мы всего не видим в быту, просто в быту. Хотя, кстати, этот пример с автобусами, пацаном, это просто быт. Что набрасывается друг на друга? Война на дворе. Добрый вечер. Что скажете о Михаиле Подоляке, псина ОП? Ну, так вы уже все сказали. Приехал Подоляк с Беларуси, начинает для меня рассказывать, что такое информационная политика, а я нахожусь в политическом эмиграции. Слышите, нормально вообще это? Потом там экономист, который работал на Лукашенко, приехал мне про экономику начинать рассказывать. Что вообще делается? Ну, что вообще делается? Денис Бачев, в Анистрата сын загинул. Я Бачев, по-моему, на прошлом стриме я соболезнования свои высказал и еще раз могу про соболезнования. Когда начинаются такие вещи, ну, для меня все, что там я говорил о нем в видео, это уже на второй план, потому что я как раз не такой, как эти все. Денис, здравствуйте, живу в США по программе ЮФАЮ, работаю, плачу налоги вдвое деток со мной, муж ЗСУ. Прошел год, выжила, уже не хочу уезжать. Будет ли продление этой программы? Уже подан законопроект о том, что ЮФАЮ выходила на грин-карты. Одно могу сказать точно, даже не парьтесь, никто вам не скажет через два года берите вещи и уезжайте. Такого точно не будет. В худшем случае продлят еще на два года. Денис, считаете ли вы, что государство намеренно не помогло людям в Херсоне после взрыва, чтобы, как в случае Буча и Мариуполя, показать, какая Россия плохая, чтобы давали больше бабок? Я гоню от себя эти мысли. Но то, что я на это что думаю, я уже сказал. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Добрый вечер, Денис, осмотрели видео Игоря Беркута про планы на будущее Украины и жителей. Мой план таков, я вас отправляю в бан. Мне сумасшедшие здесь не нужны. Денис, не хотите на стриме поставить без прокрутки стрим? Я не понимаю, о чем вы говорите. Как спастись, если в случае чего у нас, не дай бог, такое произойдет, как в Каховке взрыв ГЭС? И может ли это быть? Где у нас? Алла Макар, где у нас? Вы же не написали. Ваш Денис не умный и непорядочный человек и негодяй. Он просто негодяй. Лидия Жарких, я вас даже не забаню, я вам дам возможность написать, это же прямой эфир, людям, почему я негодяй и непорядочный человек. Вы напишите, пусть люди почитают, почему я такой. Представьте, какой шанс я вам даю. Прошлый мой стрим, который мы провели с вами неделю назад, больше 80 тысяч просмотров в рекорд поставлен. На какую аудиторию вы можете меня сейчас просто разоблачить? Я жду. Денис, скажите, пожалуйста, что нужно делать с нацполицией? Тоже что со всеми другими госорганами? Некоторые ликвидировать? Конечно, полицию ликвидировать не надо, ее нужно меньше, в разы, и очень качественную. Совсем по другим принципам, с другими протоколами действий и всем остальным. Как вы думаете, рейтинг Z сильно упадет до выборов? Смотрите, значит, коротко и быстро. Если будут выборы во время войны или сразу после, просто тупо сразу после войны, рейтинг будет невероятным. Но сразу после выборов он стремительно пойдет вниз, даже гораздо быстрее, чем это было в первом случае. Напоминаю, в первом случае Зеленской 73% перед началом войны 22%. В этот раз, даже если он опять 73% соберет, через полгода будет 10%. Вспомните мои слова. Я уже говорил, еще раз вам скажу. Я посчитаю, что он хотя бы хоть как-то здесь что-то есть, если он не пойдет на выборы. А еще учтите, сколько людей вас видели в том же ТикТоке, там тоже минимум миллион. Ну, конечно, так это я скромно сказал про 3%. Я уже, ну, мне очень жалко, что так поздно ТикТок изменил систему модерации. Если бы у меня был жив мой первый аккаунт, у меня уже там был бы миллион сто процентов подписчиков. Это уже был бы совсем другой турнир. Денис, Денис, спасибо вам за этот стрим. Вчера из-за этой акулы, а скорее из-за реакции людей на страшную смерть молодого парня. Пришлось удалить много в кавычках друзей. Реакция уже сайт. И меня уже сайт. Во-первых, надо знать, что такое акула. Я вам скажу, что это смерть страшнее, чем на фронте, чем на войне. Я вам точно это говорю. В Майами же есть акулы, я видел. Так что, наверное, кто не видел акул, тот такое может только ляпать. Скажите, Денис, пожалуйста, имеет ли Запад влияние на Зеленского и смогут ли его додавить, чтобы разобраться с Ермаком? Вы никак не можете понять, что Запад с Ермаком во время войны так точно ничего делать не будет. Они могут после войны ультиматумы, намеки давать, но вместо, ну как вы видите себе влияние на внутренние такие, ну как вы это себе представляете? Ну кто-то ждет реформа Запада. Я уже устал повторять. Сами мы, либо никто. И точка. Ну просто точка. Ну многие люди даже не понимают причин войны. Я же для чего эти стримы провожу? Чтобы мы могли в режиме онлайн, я бы с удовольствием с вами всеми встретился бы в живом зале. Вот сейчас Гордон, как он назвал это, с Украиной в сердце, у него будет турне по там сколько, 8 или 10 городов, в том числе Майами, городов США. Кто туда будет идти на Гордона? Ну ясно, что не американцы. Конечно, наша диаспора. Ну давайте так, у него аудитория по всему страну СНГ будет. Бабки зарабатывать едет. С Украины в сердце зараблят и гроши. Я бы с вами тоже встретился в зале в живую и бы это все обсудил. Ну я вот как могу пробиваю стену эту. Денис, живу во Львове, у нас сфера обслуживания, сеть. Приходят клиенты с восточной части Украины, разговаривают на украинском, на суржике, на русском. Все окей, мы все адекватные люди, все понимаем из понимания. Что вы нормальный человек, наверное, потому у вас и так. При Гройсман экономика выравнивалась. Гройсман это вообще ноль. Ну просто ноль. О чем вы вообще говорите? Савок, я бы даже сказал. Какой еще может быть чудак, который 16 лет в политике? Чи вы были знакомы с Себастьяновичем до вашего выхода в Ютуб? Нет. Я, конечно, знал, кто это, потому что он давно активничал, как бы там по налогам, по всему. Общий знакомый нам организовал эфир. А потом Себастьянович мне уже помог, я организовал эфир, который вы увидите завтра, подкаст. Денис, грозит ли продовольственный кризис Украины после войны? Не хочу таких громких фраз, но скажу вам другое. Значит, то, что случилось в Херсоне, в Херсонской области, там же, это один из самых топовых регионов по сельскому хозяйству. Проблемы ждут нас колоссальные во всех смыслах. Посмотрите, что с Черным... Да, кстати, хорошо, что вы это написали. Видео, значит, пляжи в Одессе. Люди ходят на пляжи, туда приходят мертвые животные, мертвая рыба, диваны, дома по берегу, всякое такое, там мины, там все. У меня один просто вопрос. Почему не закрыть все пляжи в Одессе и поставить туда охрану? Я вам утверждаю и буду утверждать. В городском бюджете, в местном, я говорю, в местном, хотя это как бы центральный бюджет должен делать. Есть все, бабки для этого есть. Есть люди у нас сумасшедшие, но так уж случилось, что много в обществе сумасшедших людей, прямо в смысле слова. С детьми идут на пляж, где табличка, что там могут быть мины. Ну, значит, надо их, как в Америке, ураган, тебя просто заставят насильно уехать с твоего дома, чтобы ты не погиб и твои дети не погибли. Вот и все. Так и там нужно делать. Нет, пляжи открыты. Это что-то вот такое вот. Дамба взорвалась, пляжи открыты. Но это здесь что-то есть. А если болячки начнут распространяться? Просто нет слов. Что это? Ну, точно, я же там публиковал, как у Талькова. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать. Это чистая правда. Ну, кто с этим сейчас поспорит? Так, где это, хотел сказать, женщина, я даже женщина, которая писала, что я такой-сякой. И вы так ничего же не ответили, люди ждут. Денис, подскажите, как повлиять людям на изменения в стране? Ну, для начала, стать спонсором моего канала Илья Замотин, ссылка сверху. Во-вторых, делать репосты моих видео. Хотите, выходите, сами вещайте, если есть что сказать. Другое вы сейчас во время войны не сделаете, просто, при всем желании. Виктор Демич, ты мои вопросы специально игнорируешь? Нет, я ваши вопросы не игнорирую. Сейчас специально промотаю. Не вижу, вот уже сколько отмотал, не вижу вопроса от вас. И так чаще всего тот, кто возмущается, я вопрос ваш не вижу. Ага, вот нашел, наверное, полчаса назад. Еще раз, а про Трампа это правда? Я вам ответил тогда, а где, что про Трампа правда? Вы, наверное, не слышали. Чебылы так ответил, дальше идем. У нас людей не ценят. Каждый сам за себя, эвакуация и безопасность. Вот здесь, Люда Рябова, вы попали в точку. Знаете, одна только формулировка очень точная. На очень много вопросов. Почему не предупредили о войне? Почему не подготовили к войне? Почему люди оказались 24-го в такой ситуации? Почему города-кладбище в Украине? Почему после ГЭС такие последствия? Почему пляжи открыты? Почему это, почему в десятый? Любой вопрос, почему? Один ответ. Потому что жизнь человека в Украине ничего не стоит. Как и в России, как и в любой другой постсоветской стране. И все, это все объясняют сразу. Вот почему так в Америке или в Европе так выкупят? Потому что жизнь ничего не стоит. Зеленский блэкаут пережил, представляете? Хорошо, у меня такой вопрос. Смотрите, сейчас много горя в Украине. Туда выезжают, я понял вашу что-то ирония, но я все-таки скажу. Много горя, беды, выезжают МЧСники, как вы любите, простые люди. Просто мужики, которые делают свою работу, делают ее хорошо. То же самое и энергетики, потому что реально мы пережили блокад благодаря им. Я задаю вопрос, чем эти люди менее героические, чем Зеленский, которому все говорят, что он не сбежал? Ну чем эти люди менее героические? Только они, это правда, надо сделать поправку за три копейки делают. Природный вид бир идиотив на пляже. Ну, к сожалению, да. Денис, как вы думаете, США и ЕС поддерживают геополитику за выход Украины на 1991 год, если они будут, или они будут продавливать на мирные переговоры? То, что я читаю в западной прессе, даже, даже администрация Байдена давит на переговоры. И чем ближе выборы президента США, тем больше будет это давление. Все очень просто. И Зеленский сам это будет понимать. Трамп, Трамп, Трамп сделает только одно. Он сделает мир на очень жестких условиях, которые не понравятся ни нам, ни Путину, я вам гарантирую, никому не понравятся. Но, учитывая, что на сегодняшний день у нас отобранные территории, значит, наверное, это будет больше Путина. Не потому, что так хочет Трампа, просто по факту. Вот какая мы была, мы были страна, и только благодаря героическому народу. Вы же видите, кто помогает в Херсоне? Ну, люди помогают. Воду привезли, еду привезли, животных спасают, все люди делают. Вот вам и все. Так если так, зачем нам государство в целом? Такое я имею в виду. Значит, наверное, его должно быть минимум в нашей жизни, особенно в экономике. Ну, вы же видите, вот вам, про все госпредприятия, любителям, фанатам, что не надо приватизировать, вот ваше государство, любимое. Посмотрите видео из Херсона с Новой Каховки. И вот вам ответ. Нужно нам 2 миллиона чиновников или не нужно? Нужно ли 20 министерств или не нужно? Вот он ответ. На поверхности. По поводу, оторвался я темы, мирные переговоры, я вам сказал, все будет очень жестко. А почему Путин будет слушать Трампа? Объясните, пожалуйста, спасибо. Как бы сказать, потому что Трампа невозможно не послушать. Потому что, если Путин не послушает Трампа, то ракеты могут полететь на Москву. Или может цена нефти стать такой, что Россия обанкротится через 6 месяцев. Так, маленький пример. Или может быть блокировка системы SWIFT, а может быть полная эмбарго. Трамп это вам не Байден. Там разговор будет очень конкретный и очень четкий. Это совсем другого психотипа человека. Из других возможностей. Есть ли смысл начинать малый бизнес сейчас в Украине? Ответьте, пожалуйста. Хотя это не бизнес-стрим, вам отвечу, потому что это важно. Даже во время такой ситуации я наблюдаю, как некоторые умудряются даже начинать успешный бизнес. Продолжать уже тяжелее. В основном выживают. Поэтому прямой ответ да, возможно. Рискованно, но возможно. Универсальный пример частного государства на Укрпочта и Новая Почта. Я тоже всегда этот пример привожу. В Америке тоже так. Тут пару есть господприятий, там три, которые, например, как USPS, это Национальная Почта Америки, это уже просто как часть истории США. Это единственная причина, почему ее не ликвидируют. Качество услуг этой почты, ну даже, как это вам правильно объяснить, ну вот люди, которые там с интернет-торговли связаны, поймут. Когда нужно там на склад что-то там отправить, всегда пишут, не пользуйтесь только USPS, используйте FedEx или UPS, потому что, ну все хотят частным, потому что там все понятно. USPS теряет посылки, идет медленно, случаются разные это. Вот и все. Так же, как у Укрпочты. Ничего государственного хорошего не бывает. И нигде. Не, ну давайте так, хотя бы в USPS, извините, мочой не воняет, как на Укрпочте в зданиях. И тебе не хамят. Поругалась с тремя своими клиентами, озвучиваю свое мнение, которое резонирует с вашим, показывая ваше видео, я массажир, живу в Одессе, надоели тупые люди. Диана Витальева, да, мне даже неудобно, мне часто пишут, что там вот я с теми поругалась из-за вас. Не ругайтесь из-за меня, я вас прошу. Ну, вы же деньги потеряете, я не хотел бы этого. Ну, конечно, спасибо, что вы оставите правильные идеи. Так. Денис, будь ласка, частный эфир про бизнес, то взагали про все темы, дякую. Борщевска, так для этого нужен тот Елисевич Клаб, который я затеял. Ну, я не могу его анонсировать, когда такое в новой каховке. То, то ракетные обстрелы были, я не мог. Теперь я это. Ну, поймите меня. И там одна девушка написала у меня в Телеграм-канале, что типа, да, всех, кто, я там, я сделал опрос, чтобы узнать, где больше всего моих подписчиков, в какой стране находятся. И девушка там одна пишет, что типа, всех, кто за границей, им уже там чуть ли не плевать на Украину. К сожалению, есть такая точка зрения, эти люди вообще не правы. Я думаю, сейчас со мной согласятся все те, кто не в Украине, что когда ты читаешь ленту и там воздушная тревога, обстрел, это переживается тяжелее в эмоциональном плане, чем когда ты был внутри. Я все-таки 7 месяцев с самого первого дня войны жил в Украине, в Киеве. Да, я знаю, что это такое, очень хорошо знаю. И знаю, что такое первые дни войны. Есть с чем сравнить, я к этому веду. Как стать спонсором, наверное, не шарю тут. Ссылка в закрепленном комментарии, синеньким таким сверху и под каждым видео. Или если вы с компьютера, заходите на канал, там кнопка спонсировать. Но я сделаю целую инструкцию, потому что многие люди только из-за этого не спонсоры. У нас с вами впереди большие проекты, поэтому, конечно, деньги нужны. Так, внесу чуть поправку в вопрос про Запад и Ермака. Пишет человек. Я к тому, Данил. Я к тому, что этот агент имеет доступ к информации высочайшего уровня, когда прибудут самолеты, где гарантия, что их не взорвут по наводке Ермака. Такой гарантии нет. Смотрите, давайте так уже совсем пойдем. Если мы представим, что Ермак не... Я ошибаюсь, что я его считаю агентом ФСБ, Ермак на самом деле не агент ФСБ. Ну, давайте представим так. Вы считаете, нормально все то, что делает Ермак и без этого? Внутри страны? Нет, ненормально. Поэтому тут хрен редкий, не слаще. Но если на ваш вопрос именно отвечать, так как вы его задаете, то есть вы к тому, что у него есть доступ к информации, так это же был его аргумент, когда Комаров его... Смешной этот вопрос. Так вы агент ФСБ. И он рассказывает, так я общаюсь на таком уровне с такими людьми, что если бы я был там хоть так скомпрометирован, меня бы не подпустили. Ну, давайте дождемся окончания войны. Конечно, во время войны так, а после войны посмотрим. Как думаете, блогеры, которые сейчас ездят в Херсон под камеры с гуманитаркой, просто пиар, и просто их профессия. Тоже затрону эту тему. Я не буду говорить про блоги. Давайте так, есть разные. Есть такие, как вы, есть те, кто искренние, конечно же, искренних меньшинств. Я скажу вам про политиков. Как мне противно было видеть там Тимошенко? Как мне было противно видеть бэкграунд того, как Порошенко снимает там свои ролики? Ну, я бы так не смог, я вам прямо скажу. Потому когда вы задаете вопрос про политику, в такую политику я играть точно не готов. Это надо быть особо здесь, это самое. Чтобы таким заниматься. Юля, ты какое имеешь отношение к Херсону? Ну, знаете, что в этом всем? Не страшно, что она туда приехала. И Порошенко. Страшно, что люди вокруг стоят и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зеленский туда приехал и уже тиктоки пошли. Типа чувак на нычку снимает. Смотрите, тут Зеленский у нас, и тут такой потоп, и тут Зеленский, охрана, ну, военизирована, естественно. Смотрите, тут Зеленский, значит, а что ж Путин в бункере сидит? Это просто вообще. Это единственный аргумент, у меня просто вопрос в пользу Зеленского. Вот это вот, ну, приехал дальше. А лодок все равно нет. Если мы будем через все смотреть, на все смотреть через призму России, мы далеко не уедем. Россия должна просто перестать нас интересовать. Вот я про нее не говорю практически, она меня не интересует, меня Украина интересует. Пусть русские говорят про Россию. Собчак, там еще кто-то. Кстати, такой пример тоже. Типа, на Чечваркино там, а, смотрите, наехали в спецслужбы, вынужден был продать бизнес, политическая миграция в Британию, и все равно днем и ночью на Ютубе и в Инстаграм говорит о России. Значит, не все там так сладко на этом Западе, раз это. Не понимают люди. Не понимают люди. В чем же ж и дурость Путина, такая же, как была у советской власти, когда кого-то в ссылку отправляли, они думали, что, человек уедет, типа, ну, там же хорошо и забудешь. Не. Так хотел бы Путин, что отправить, и наши так хотят, Зеленский, подальше отсюда и все. И тут для них как неудобно, когда ты вроде бы уже в другой жизни, а интересует Украину. Для них это самое страшное. Чему пляжи не обладнают задля безпеки відвідувачів? Хіба це перший випадок про акул? А как это акул? Это же часть фауни. Как вы это акул? Что вы им сделаете? Немножко, как можно их обладнать? Зацой, я была в шоции від реакції людей. Да. В мене відчуття, що протягом місяця щось почнеться, а ГС це невеличкий старт вже перечимось більше. Уже идет все, но не рассказывают по... Не буду говорить по какому причині. Не хочу даже, ну, наврядить, даже минимально как-то. Чичваркин, друг Суркова. Ясно. Так, прежде чем приїхал Зев Херсон, людям сказали, що буде обстріл і всіх увели. Ясно. Не знал. Это похоже, как Немцов розказував про Путина. У вас відео було, щоб перехватити хайп. По ЮФЮ створили законопроект, який дозволяє українцям легалізуватися. Постійне проживання. Я розказав об этом 5 минут назад. В Італии був потоп нещодавно. Я ни разу не чула, що влада просила людей допомогу тим регіонам дебув потоп. Юля Мельникова. Так це нонсенс. Це чистий нонсенс. Я б на місці Зеленська в Херсон б не сунувся. Он же для чого і приїжджає, тому що він увидел піар, почувствував цю тему, що Путін там сидит, а я покажу, що у мене є яйця на фоне Путина, і я приїду. Мені було б стыдно. Я вам честно скажу. Якщо б все клянчили лодки не пойми где, при тому, що куча лодок в продаже свободна, це не дефіцит, і спецслужби знали, що таке може произойти, мені було б стыдно. Мені просто було б стыдно. Але люди радуються. Ну це, ви розумієте, це ж признак, це як діти. Діти. Але дітям можна. Значить, це уровень розвития дітей. Значить, у нас проблеми. От мене к вам подписали 7 чоловік. После переговорилася с ними, говорила толково і грамоти. Спасибо, спасибо. Йермак, сэн сотрудника КГБ, а цього вже достатньо. Не КГБ, а ГРУ. Але суть і дела не меніють. Так. Денис, зіля приїхав в Херсон, в який раз, пока він там був, обстріл прекратився со сторони РФ. Це не знаю. Я видел, що главний равін України, равін синагоги Бродського, Маше Осман попал под жорсткий обстріл. Це відео я видел в Херсоні. Так, ти не в курсі, а почему нельзя ОПС делать стрім, офіс пусть общається, це ясно. Так, в інтерв'ю Камарова Єрмак сказав, що діями контрнаступи коригує не Генштаб, ставка, в якому левова частка людей Єрмака, залужний, по суті, не вирішує нічого. Я не уверен, я не знаю. Но думаю, що-то в цьому є. Цинизм в політиці – це нормально? Отвечу чуть по-другому. Я категорический противник і категорически не согласен з фразою «Політика – це грязне дело». Я так не считаю і ніколи не считав. Я вам вже розказував, що власть – це як і деньги. Якщо ти чертила, то власть і деньги тільки проявлять твоі худші качества. Якщо ти нормальний, то тебе і власть і деньги помогут, це інструмент пользоваться для хороших дел. Вот і все. Заряночка. У мене є синдром втікача. А, це люди між собою общаються. Так. Європа заводи ввозит в США. Що дальше буде? Посмотрим. Процоя уже було. Матнете потом, хто спрашиває. Денис, можете хотя бы намекнути більше хорошого или неважного із фронта для нас? А я ж не знаю. Я имею в виду то, почему сейчас вот такое молчання і все остальное. Денис, видели новости насчет Токмака, що ЗСУ частично взяли город? Нет, не видел. Як думаєте, імеє ли смысл восстанавливати дамбу на Херсоне? Нет, сказали, що только нове строить. хто должен делать смысл сейчас говорить, що війна закінчилась? Війна закінчиться, будем говорить. Денис, як ви думаєте, якщо контрнасту буде не таким масштабним, як вже підогріли ожидання, якщо буде жсть в плані восприятий людьми, яким вже наобіщали багато. Так це то, чому вам не говорят, началось оно или нет. Саме страшне, що пока у нас в государстві цирк, Россія наладила производство ракет, техники, дронів і даже чипів. Не приведет ли це к риску дальнійшої оккупції і визженій землі? Це хороший вопрос. Много не розуміють, шапкозакидателем занимаються. У России, ви запомните, неформальна економіка, неофіціальна, неофіціальна економіка вже повністю на военних рельсах. І там шуршат, жужжат, і вот ці всі розговори про те, що у них не хватає боєприпасів і всього остального, це всього лише вопрос времени. Повірте мені, там вже цим займаються. А у нас пока Резніхов. Вот і задумайтесь, коли нам розказують якісь байки. Я в отчаянии. Написал сторис призыв бути чоловічними і не радоватися гибели людей, не имеюючих отношення к происходящому. Случай з акулами. Мене захейтили, обозвали латентним любителем рашки. Ну. Ми сьогодні об этом полстріма говоримо. Пишут, Юля всегда под выборами появляться. Так я ж говорил на прошлом стріме. Народная примета. Если Юля появилась в медіа, жди выборов. Значит, скоро выборы. Брикс собираются вводить свою валюту. Да, это еще одно поражение Байдена. Конкретное поражение. Это уже серьезно. Видели ДТП известного блогера? Нет. Я видел на прошлой неделе два страшных ДТП, оба на Печерске. Людей головы нет совсем. Гонять так. Так, Денис, хотелось бы услышать ваше мнение о чем. Так, спасибо за слова поддержки. Вижу. Не знаю, полчаса назад оформили спонсор, что в режиме соратник ничего сложного, оформление происходит практически автоматически. Да, спасибо большое. И люди, Денис Чернецкий, спасибо большое. Так, опять прогуливаюсь под ваш стрим. Спасибо. Вам спасибо, что смотрите, слушаете, и за то, что спонсор канала. Кто хочет стать спонсором, ссылка в закрепленном комментарии и под каждым видео. Обязательно подпишитесь на Телеграм-канал, тоже ссылка сверху. Это продолжение Ютуба. Мы там всегда с вами на связи. Здесь подпишитесь тоже, это очень важно, кто слушает. И лайки, друзья, лайки. Денис, после твоего видео увидел в пост в Фейсбуке у других военных, что Ганна Малер просто придумала себе те грандиозные укрепления Бахмута, а стоял Бахмут на стальных яйцах пацанов. Анна Малер это вообще настолько, это просто цирк. Это только в Украине может быть такой зам. Какой министр обороны такой зам, короче, что там долго говорить. Какой глава офиса президента, такие замы. В конце концов, какой президент, такой у него глава офиса. Тут как бы все очень логично. Залужный был против наступления без авиации, просил подождать. Зайд сказал, что мы не можем столько ждать. Сейчас наступлением руководит Сырский. Как думаете, правильно было спешить. Я, знаете, как на украинский войну, не такие обеззнанные, как вы. Я не слышал таких разговоров. Мне никто такую информацию не передавал. Не знаю, откуда вы это взяли. Так. Так, так, так. Друзья, ставим лайки. Денис, военный ЗСУ. Сейчас нахожусь в больнице с ампутацией. Хочу уехать к жене в Германию на время. Лишусь ли я выплат в Украине, если оформлю беженство временное в Германии? Извините, что повторяюсь. Юрий Ещенко, я вам сочувствую, но я просто не разбираюсь в этом. Мне нечего вам подсказать. Это вам нужен юрист. Я просто без понятия, честно. Денис, когда мы уже услышим хорошие новости? Я бы рад стримы только о хорошем делать. Наверное, чтобы говорить сейчас на стримах о хорошем, нам нужно было всем родиться в другой стране. Майяма Ташимайяма. Анна Малер в начале войны выдавала компьютерную игру за реальное видео. Опять нет культурных слов у меня, только матерные. Денис, что думаете насчет атомной электростанции? Уже сказал столько, что вы вопрос конкретизируете, я вам отвечу. Денис, уточняйте про спонсорство с айфонов для новых подписчиков. Да, если у вас айфон, вы отсюда спонсорство не оформите, вам нужно либо через браузер зайти, либо с компьютера. С приложения YouTube те, кто на айфонах, вы спонсорство не оформите. Технически невозможно. Так, на Печерске это и был блогер Качок. Пересмотрю. Турция заняла место Германии. Пишут, с приводу заложенного вы говорили, что пизднейше вся дезнаемость. Так, напомните, что вы имеете в виду? Уже все смешалось, кони люди. Так, а наш паровоз на военных рельсах? Нет, нет. Есть деньги, есть деньги, есть предприниматели, которые готовы производить все, что нужно армии. И я бы сейчас с удовольствием был в Киеве и тоже что-то бы делал для армии, производил там или так далее. Но посредине есть Марченко, Гетманцев. И все. И Ермак, конечно же. Вот деньги, вот наши предприниматели, война вокруг, а тут вот эти деятели. И ручейки должны идти к ним. И пока Россия строит дроны, ракеты и боеприпасы, у нас бюрократия. Там-то толератарный режим рассказывает, что делать, там просто приходит ФСБ на предприятие и говорит, в четыре смены днем и ночью делайте это. Ваша прибыль меня мало интересует. Там такие порядки. Здесь просто ну сиди, ну и шо, иди на фронт, дай откат, дай справку, что это легально привезенный моторчик для дрона, а покажи, что ты купил это не за кэш, а вот это вот покажи документ, а сертификацию ты прошел во время войны, полтора года войны. Полтора года войны, дамба заминирована, территория деоккупирована, лодок нет. Что это вообще здесь происходит? Да, Мария Кулида, да, с браузера на айфоне можно, я же сказал, да. Денис, когда уже будут проекты помасштабнее? Когда вы, Валентин Якубовский, станете спонсором канала, тогда будут проекты помасштабнее. Извините, что у меня такой немасштабный проект в мой канал, извините. Кстати, да, по статистике, которую мне предоставили, если убрать всех вот этих вот Гордонов, Фейгина, Харистовича, тех, кто десятилетиями сидели в телевизоре в прайм-тайм на самых рейтинговых каналах, то в политической нише мои стримы номер один. Ну, я только после них, только им уступаю по количеству зрителей. Это серьезно, я вам скажу. Но это благодаря вам только. Так, спонсоров особенно. Скажите, пожалуйста, можно ли купить запись первого вебинара, который был еще в январе? Первого и единственного. Это было тестовое? Нет, не будем. Будем делать Елисевич клуб и про бизнес там говорить. Так, 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 так. И одна, ну, одна новость хорошая, есть вода, есть, начала вода спадать. Ну, можем ее считать, если хотите, хорошей новостью. Да, друзья, ставим лайки. Давайте, вот сейчас уже почти 3000 лайков, поставьте лайки, пожалуйста. Как вам грязня между Шойгу и Пригожиным? Надеюсь, что с этого что-то выйдет не хорошее для них и хорошее для нас. Я бы уже на месте украинской разведки с Пригожиным вступил в переговоры, дал бы им денег, чтобы они развернулись в другую сторону и все. В обмен на полную амнистию. И провести эту операцию под гидой ЦРУ, согласовать и все. Заказывал запчасти из США, так они сейчас два раза дороже, говорят, что много посредников и волонтеров. Не знаю. Логистика сейчас дороже стала США. Только когда вода спадет, начнется самое страшное. Это тоже, это правда. Дякую вам за вашу работу, но не так давно за вами следкую и вышел на вас с ТикТоку. Скажите, как вы думаете, все расчаруются в Буданове так само, все расчаруются в Буданове так само, как это было с Арестовичем? Спасибо вам, что вы подписчики и спонсор канала, тем более недавно. А, да, не так давно, значит недавно. Значит, смотрите, я первый рассказал про Резникова, я первый рассказал про Гетманцева, тогда, когда на Буданова все молились. сейчас контрнаступление, я не буду сильно рассказывать. Все уже понятно, смотрите мой канал. Буданов будет в политике, я вам гарантирую. Почему не смотрели финал ЛЧ? Не то настроение и с этим даже не хотелось оформлять эту подписку, чтобы посмотреть. Тут же, ну, по платной подписке только. Денис, по поводу Залужного была новость, что его ранили. Это была новость в российском медиапространстве. Я смеялся всегда с этого и банил, и все. Тут нашего брата бояться надо. Цены на питьевую воду 5 литров по 76 гривен. Еще раз объясняю. Я не помню, говорил я на прошлом стриме это или нет, но у меня была бурная дискуссия с сотней комментариев в телеграм-канале. По-моему, я это рассказывал. Выставляют, что взорвалась дамба в следующий день, выставляют, что завышены цены на воду в Кривом Роге. Ну, то есть там регион, который будет страдать. Я объясняю людям, что предпринимателю доставить эту воду туда, в такой тяжелый регион наводнение, это совсем другая цена логистики и рисков предпринимателей. Первое. Второе. Чего претензии к бизнесу? Это частная собственность. Дорого, не покупай. Почему государство людей не обеспечило водой? Про лодки я сказал, про воду питьевую. Почему нет воды? У нас дефицит воды, нет у нас дефицит воды. Но виноват всегда предприниматель. Вот откуда корни всей проблемы. С Советского Союза с коммунистом. Вы понимаете, это абсурд. Ну просто абсурд. Мне пишет человек, причем явно взрослый, намного старше меня в Телеграме. Типа, я с Харькова спасал, ранили собаку. Это ужасно все, когда были обстрелы. Это реально ужасно. Вызвал такси, посчитал 80 гривен приложение, а таксист звонит и говорит, я повезу тебя в тот район за 3000 гривен только. И в глазах этого человека, которому я реально сочувствую, потому что это страшно, виноват таксист, который на своей машине отказался рисковать своей жизнью, своим имуществом за 80 гривен. Ну это что-то же ненормальное. Ну согласитесь, программа себе приложение считает по мирному времени, там алгоритм заложен, калькулятор считает внутренний. По мирному, программа не учитывает ракеты над головой и не рассчитывает войну. Таксист сказал, есть герои, которые бесплатно под ракетами людей возили, но все не могут быть такими и не обязаны. И пока мы эту мысль не усвоим, а у нас опять кто виноват? Другой украинец, предприниматель теперь виноват. Но государству у вас, Лерон Капуста, вопросов нету, что вас водой не обеспечили в тяжелом регионе. Бесплатно. Работаю подрядчиком на ДТЭК. Очень часто всплывают разговоры о национализации ДТЭК, а вы говорите про приватизацию точно не при этой власти. Можно национализировать и сразу приватизировать, только по-настоящему. Денис, вам не кажется, что Украину готовят к голоду? Нет, не кажется. Видел новость, что у Трампа в доме нашли документы, ему грозит срок, что думаете по этому поводу? Что ничего не получится у них? Трамп будет президентом. Денис, что предлагаете делать с мужчинами, нелегально покинувшими страну? Ничего, амнистировать. У меня видео на этот счет есть. Какие видео плануют наступный тыждень? Завтра подкаст, дальше посмотрим. Денис, как вы считаете, какой процент депутатов нужен ВР, чтобы запустить процесс перестройки структуры власти? Насколько это реально на данный момент? На данный момент нереально, уже ж показали себя депутаты, что это такое. Завтра в подкасте об этом будет, кстати. Повертают контроль над бизнесом, контроль за рахунками, в мене всередине вулкан. У меня тоже. В мене теж. Подкаст завтра. С кем? Увидите. Вам не кажется странным, что если демократы боятся Трампа, зачем говорят о нем, рекламируя его тысячи часов? 70% независимых не хотят Трампа, и поэтому будут выбирать президента, поэтому нужен ведь десантис. Считайте так. Так, Денис, правда, что вода с ГЭС затопила российские окопы, вымала российские мины? Если да, то почему склоняетесь к тому, что это дело рук РФ? Пока не комментирую. Здравствуйте, только зашел на стрим, обсуждали передачу наших военно-пленных в Венгрии без согласия Украины. Что думаете об этом? Новость увидел? Ничего пока об этом не думаю. Я не могу каждую новость глубоко анализировать. Прошло и прошло. Я всегда рад, когда наши вообще пленные возвращаются домой, как и все вы. Гордон и Арестович два сапога пара. Они никогда с Денисом не будут. Ну, это понятно. Только правильно сказать, что я с ними никогда не буду. Если Юля плохая, то почему 20 лет олигархи категорически против нее? Вы поняли, да? Ничего, что Юля сама олигарх. И вас это не смущает, нет? Олигархи категорически против Юли, которые ее с днем рождения все поздравляют и финансируют. Это просто они говорят. Вы представляете, что вообще в голове у людей? Полтора года войны уже все маски со всех сброшены, а у них еще Юля хорошая. Кстати, Доротич же за Юлю. Вы знаете или нет? Доротич за Юлю. Я хочу сказать, что я не буду ничего говорить на движение СФО во время войны. Там просто в начале стрима было про Доротича, я что-то вспомнил. Значит, я вам хочу сказать одно. Меня слушают предприниматели. Шашечки или ехать? Если потусоваться и подоговариваться с политиками, то это, наверное, вам в другое место. Если вам реальные изменения делать, на что-то влиять, тогда это со мной. И, видимо, придется организовывать людей. Денис уже спрашивал по другим видео. Спрошу еще раз. Хотелось стать спонсором, но там запрашивает CVV-код. А банки всегда предупреждают, что его нельзя никому говорить. Ответьте, пожалуйста. Вы без CVV-кода, во-первых, вы же не мне передаете деньги, а Ютубу. А Ютуб – это миллиардная корпорация мировая. Ваш CVV-код никто не украдет. Но банки предупреждают не говорить CVV-код устно никому. А вы ни одну интернет-оплату без него не сделаете. Ну так, на секундочку. Я с вами согласен, но есть же продукты, на которые есть контроль роста цены. Да, кстати, маленький нюанс. В Америке просто поголовно воруются карточные данные. Везде. В Украине такого нету, потому что в Украине все банки, ну, в частности, Монобанк, тебе сразу приходит оповещение, что ты должен подтвердить. А у меня уже несколько случаев. Даже мне банк компенсировал деньги, которые у меня украли за счет. Да. Насколько мы, я к тому, насколько могла быть Украина передовой страной во всем. Вот так вот. Денис уже спрашивал по другим видео. Спрошу еще раз. Хотел стать спонсором? Так, это я ответил. Я с вами согласен, но есть же продукты, на которые есть контроль роста цены. Другой вопрос, что водой обязано было обеспечить государство. Значит, Валентина Хайчина, не знаю, о каких продуктах речь, где есть контроль цены роста. Я не хочу и не считаю правильным, мягко говоря, что государство должно контролировать цены на продукты. Это Советский Союз так делал. Это плановая экономика. В рыночной экономике такое делать нельзя. Категорически вот и все. Пока у вас в голове будет, что приватизация не нужна, государство должно контролировать цены, о чем вы тогда хорошем хотите? Вы найдите мне страну, где такое есть. Ну, найдите мне страну. Вы социализма хотите? Тогда в Советский Союз возвращайтесь. Будет вам псевдосоциализм, псевдокоммунизм, все остальное. Только всегда в этой ситуации жирует верхушка власти. Что советская номенклатура, что сейчас. А вам все подавай вот это вот. Значит, Together Strong Ukraine. Перестаньте, пожалуйста, ставить красные восстательные знаки. Во-вторых, те вопросы, которые вы задаете, уже второй вопрос, у меня сняты видео. Задите, посмотрите. Трамп не будет помогать Украине, спрашивают. При такой коррупции он не будет помогать Украине. При том, что у Зарю Резникова миллиард долларов коррупция, а он рассказывает Басенке Крылова, Трамп будет помогать? Нет, не будет помогать. Денис уже спрашивал по другим видео. Спрошу еще раз. Хотелось так. Что мне вошел просто время? Давайте поехали дальше. Денис, как вы думаете, если бы в 91-м году русский язык сделали вторым государством, то не случилось бы войны? Война к языку не имеет никакого отношения. И, чтобы вы знали, это сейчас, наверное, у многих случится шок, может, вы не знаете. Путин в оккупированных территориях украинский язык признал вторым или третьим даже национальным. Официально. Да? Знаете почему? Потому что он знает, что он делает. Вот и все. В том смысле, что он знает, что он себе плюс этим заработает. И люди охотнее будут идти получать русские паспорта, что очень плохо для нас с вами. Пока люди вот так вот рассуждают. Язык не имеет вообще никакого отношения к войне. Вообще никакого. Денис, каким образом повлияет то, что наши медиа гонят на Трампа, мало кто смотрит наши СМИ, резиденты США, так какая разница, что думают украинцы про него? Большая разница. Разница большая. Для того медиа и существует, для того, чтобы формировать общественное мнение. Хотел остаться спонсором, заблокировали, требуют документы, выслать Охи Ютуб. Ютуб не может требовать ваши документы, что-то не то. Чему вы подтримаете Трампа, а на кого-то из других республиканских кандидатов? Потому что Трамп, по своим взглядам, и он уже показал в работе, симпатизирует мне больше всего. Сейчас в мире такое время, когда нужны именно такие люди, как Трамп. Они конформисты, вот эти вот. кто стоит за Олесей Медведевой из Ясно-Понятна. Страна Юэй, Левочкин. У нас в Никополе воду привозят. Кто? Война закончится, государство будет все равно на людей, останется ни с чем. Да. Наталья Пипа и внутрішним органом украинского народа. Ей треба притягнуть до криминальной відповідальности за распаление межнациональной вражнящей. Абсолютно с вами сгоден. Повнится с вами сгоден. Денис, скажи, как нам брать власть в руки? Не. Такое говорить я не буду. Станьте спонсором канала, делайте репосты и берите власть в руки цифровым методом. Ваше мнение о Шелесте, пророссийский. Педервалы тильки еще одну дамбу. Где? Денис, каким образом повлияет то, что наши... Кстати, да, вы мне такое написали, что сейчас подорвали дамбу. Когда начнется самый острый период, я буду стараться выходить на внеочередные стримы чаще. И мне нам придется с вами вести стрим и будет параллельно здесь лента новостей и мы будем в режиме онлайн с вами за этим следить. Всем доброго вечера, только с пробежкой опять буду смотреть в офлайне. Ну ничего, из-за того спасибо, это важно. О Трампе ты мне ничего не ответил. Я сказал вам, я вам... Ну люди, ладно. Дальше уже думайте как хотите. Я вам ответил два раза. Вы зря заступились за бизнес в кривом роге по поводу воды. С утра была паника, поскольку в городе отключили воду. Это непорядочно было. Хорошо. Хорошо. Зря так зря. Я вам рассказываю как работает экономика. А если там какой-то отдельный ненормальный есть предприниматель, так я ж не против. Но только все ж не могут быть ненормальными. Есть понятие рынок, есть понятие ситуации. Планируете ли вы еще совместные стримы с Балашовым, Себосиновичем, Тавахом в дальнейшем? Возможно. Так, друзья, ставим лайки. Пожалуйста, ставим лайки. Не можем закончить стрим меньше, чем 3500 лайков. Как вы относитесь к призывной армии? Категорически отрицательно. Че удалось из-за рахунок спонсоров и отбытой затраты канала? Канал полностью содержится за счет спонсоров, да. Уже где-то 5 месяцев, может и полгода. Денис, каким образом повлияет то, что наши медиа гонят на Трампа? Я уже отвечал. Давайте намного дальше идем. Слышал прогнозы, что это левастство в США, это закономерный процесс в связи с потерей смысла государства затянется лет на 8, чтобы... Нет, не из-за этого. Денис, тема отдельная. Денис, что же делать, если после войны власть под себя подгребет всех силовиков, будет манипулировать, не подпускать в класс людей, действия действительно хотят поменять в стране? Что такое подгребет под себя силовиков? Я только не понимаю. Силовики, это и есть власть. Что такое силовики? Что вы имеете в виду? Откуда ты выплыл? Сидишь такой умный за бугром, скорее в Америке, решил народу открыть глаза, да все в курсе. Бан. Так. Так. Про Фарион не хочу говорить. Мова для того, чтобы посварить регионы. Так. Так оно и есть. Политика. Так. Пишут, мова имеет значение. Нет, мова имеет значение, конечно. Но только не такое, как вы думаете. И не в том совершенно. А сегодня, кроме Тимошенко, никто из депутатов даже ради пиара не поддержит. Она всегда поднимала вопрос ФОПов на погодживание ради. Все обещали, но не поднимали нашу проблему. Ну, что я могу сказать? Помогло? Ну, помогло? Ага, это Инна Романцова. Значит, или Романцева, извините, я не знаю, как правильно. Я знаю, что вы член движения SafeFob. Я знаю. Предприниматели поддерживаю, ваше движение больше не поддерживаю. Но ругаться во время войны не буду с вами. Сейчас надо людей объединять. Если у вас лучше удается объединять, чем у меня, я только поаплодирую и буду рад. Об остальном после войны поговорим. Есть просто такое понятие, Инна и предприниматели, которые слушают, как идеология. И если она даже ради пиара приехала, как вы говорите, а кто-то другой не приехал, это вовсе не значит, что я, как предприниматель, должен поддерживать Тимошенко. Потому что предтимошенко всегда давила бизнес и никогда ничего не сделала для свободы предпринимательства. Как вы говорите, даже ради пиара. Ну, она могла на камеру прийти, вас поддержать. Погоди, жольные рады, вот эти все разговоры, это же есть совок в голове. Она что, инициировала, может быть, законопроект о снижении налогов? Я такого не слышал. Я не слышал такого. Или, может, деньги стали свободнее ходить? Я уже в мире не знаю вторую страну, откуда нельзя отправить дел. Из Украины время войны, понятно, запретили отправить деньги. В мирные времена нельзя было отправить деньги за границу. Ну, почему я в Америке могу со своей компанией заплатить куда угодно? Хоть в Украину, хоть в Гондурас, хоть в Австралию, с личного счета отправить к кому и когда и сколько я захочу денег? Хоть 50 миллионов долларов. Чек выписать хоть на 2 миллиона долларов. Вот так вот. А в Украине ты своим не можешь распоряжаться. И вы мне будете рассказывать, что Тимошенко хороший? Это вообще. Потому, потому, я там, где я есть, а вы там, где вы есть. Потому что я не собираюсь идти на компромиссы и просто, как это сказать, пациент скорее мертв, чем жив, на искусственном дыхании дальше находиться. Или правильно, или неправильно. Я больше уважаю тех, кто приспособились к системе в Украине, осознают, что она неправильная. Они приняли для себя решение. Я заботюсь только о себе, о своей семье. Они все, я знаю, всем им цену, я делаю себе свое, не хочу в этом участвовать. Я их больше уважаю, чем тех, кто идут договариваться с Колей Тищенко или с Тимошенко. Я вам это честно, откровенно говорю. У вас в движении десятки тысяч людей и ничего не происходит. Задумайтесь, почему. Вы даже петицию не можете подписать. Вот вам ответ на всю деятельность. Предскажите, пожалуйста, какие бизнесы Юрия Коновальчука? Понятия не имею. Я же не Юрий Коновальчук. Сможет ли офис президента убрать Кличко и хотят ли они это сделать? Точно хотят это сделать. На следующей неделе выпущу видео, которое будет посвящено именно этому. Военных имел в виду силовиков. Военные – это военные, силовики – это силовики. Значит, военные разделятся на… Смотрите, давайте сразу выбросим из головы эти моменты, что придут ребята с фронта, они им покажут. В 2014 году то же самое говорили, ни одно государство это не допустит. Так, Инна Романцова опять пишет, вы же тоже говорили, что поддержите предпринимателей. Мы вам за это благодарны. Так, с вашей стороны, это пиар или реальная поддержка? На вас я пиар сделать не могу, даже если я захочу. Это реальная поддержка предпринимателей, потому что я сам предприниматель. 10 лет в Украине занимался предпринимательством, занимался бы и 11-й в Украине, теперь занимаюсь не в Украине. Вот и все. Именно благодаря таким Тимошенкам, которые всю жизнь были у власти, которым вы пожимаете руки и которые довели страну туда, куда они довели. Это в том числе заслуга Тимошенко. У нее полная партия дегенератов. Видели интервью специалистам, которые говорили, что нужно ремонтировать Киевскую ГЭС, что на дне химические отходы от Чернобыля? Нет, не видел. В такие случаи всплывают экспертов вагон и маленькая тележка. Просто вагон и маленькая тележка. Как во время войны эти прапорщики Дубко появились, так сейчас уже всплыли по радиации и по всему на свете. Я к этому очень сдержанно отношусь. То есть я знаю, кого надо читать. Точно нет этих экспертов и слушать. Денис, это первая проблема такого уровня жития в Украине. Влада или народ? Конечно, Влада. Причем здесь люди. Люди, наоборот, героические. Я же подчеркиваю это постоянно. Просто наивные, понимаете, низкий уровень образования. Но самое главное даже не в этом. Последствия коммунизма в Украине. Денис, прочитать лекцию, но это не тема для этого стрима. Во время коронавируса были вирусологами, сейчас военные эксперты. Совершенно верно. Сейчас теперь уже не военные, а теперь уже эксперты по дамбам и климатическим и всему, чему угодно. Так. Денис, где-то американцы держат держат свои деньги, если у них деньги из карточек воруют. Они держат в банках. Вы не поняли, что я этим хотел сказать. Всегда у нас люди склонны слышать совсем не то, что я говорю. Я всего лишь сказал, что у нас технологически банковская сфера, благодаря частному сектору, ушла далеко вперед от американской. Потому что здесь все консервативное, старое, неповоротливое, зарегулированное. А мы можем быть самыми свободными в каждой отрасли, моментально делать лучшее в мире решение, брать только лучшее, внедрять у себя. Я написал на этом программу своих рекордов. Вот что я этим хотел сказать. И не надо искать черную кошку в темной комнате, которой там нет. Денис, помню, раньше задавались вопросы про Сергея Ягодзе. Не хочу, забыли. Никакой рекламы никому делать не собираюсь. Денис, борьба с экологией это левачество. Грета Тунберг это левачество. Друзья, ставим лайки. За кого голосовать на выборах, если они будут? Оригинальным не буду. Всегда одно и то же говорю. Ива Вобл или Верка Сердючка. Вы не понимаете, о чем мы тут говорим и мне жаль. И таких, как вы, большинство, к сожалению. Вы думаете о том, что и кто вам предлагает и анализируете, а не фамилию ждите очередного спасителя. Денис, как думаешь, на сколько времени реально затянется весь этот конфликт в Украине, светит ли Украине и Евросоюз. Не верю в Евросоюз для Украины. Одно только могу сказать в ближайшем будущем, в ближайшие лет 10. Одно могу только сказать, что конфликт, война, как вы пишете, военный конфликт в Украине, это война. Война закончится не раньше, вернее, не позже 25-го года. военные подчиняются президенту, как верховному главнокомандующему, у нас гвардия подчиняется президенту, полиция подчиняется министру внутренних дел. Все структуры так или иначе подчиняются власти. Если так и дальше пойдет в нашей стране, то нашим детям нужно будет уезжать из Украины. Это печально. Это очень печально. Вы пишете, нужно будет уезжать, уже многие уехали. Вот это вот печально. И такую политику, как ведет Зеленский, после открытия границ, может быть, потому они их и не собираются открывать. Даже сразу после окончания войны. Нет, петиции, это все можно использовать. Я могу использовать петицию для пиара, чтобы вы распространяли, больше людей обо мне узнало, или мы ее подпишем, узнали об авторе для этого. Для того, чтобы что-то изменить, это не работает. Ну, просто не работает. Уже тысячу их надо подписать, чтобы это понять, что это не есть в Украине демократическим инструментом. Так не надо вестись на поводы для разделения мова, вера, важность регионов, патриотизм. Так я же об этом и вещаю. Пишут в Запорожской области педервалы. Сейчас я почитаю после стрима. Учритель новой почты пойдет в политику, ваше мнение. С поперечником мое общение минимальное. Говорит о том, что не пойдет. А жаль. Я готов был бы поддержать публично и организовать вокруг этого людей. И его бизнес как специально создан идеальным для агитационной компании. Просто идеальным, беспроигрышным. Но смотрите, Арестович сейчас говорит правильные вещи. Так я же об этом в начале стрима сказал. Если он передо мной извинится, я вообще все забуду. Вы рассматриваете вариант идти в президенты? Нереально. Нереальными вещами не занимаюсь. Это можно тоже сделать только ради пиара. Бачилы новое видео Малер Табуданова. Буданова Бачил, Малер Ни. Это правда про взрыв второй дамбы? Не знаю, друзья. Я вот сейчас на стриме, в ленту во время этого не читаю. Как защитить свою семью после возвращения в Украину от тех, кто называет русскоговорящих украинцев вторым сортом распространителем русского мира в Украине? Владимир Артемов, для меня это очень серьезный вопрос. Для меня это очень серьезный вопрос. Я еще раз говорю, я сильно переживаю вот за что. Сейчас есть люди, которые ждут окончания войны, чтобы вернуться в Украину. Более того, когда будет мир, многие, даже кто не думал об этом, задумываются, потому что так вот устроен человек. Представьте, что эти люди, пусть не все, а часть возвращаются. Большая часть. Большая часть. И они приезжают в Украину даже не в ту, с которой они уезжали даже во время войны. Разочарование это одно из самых страшнейших вещей. И в людях, и в каких-то событиях. А разочарование своей родине это вообще. Денис, почему официальные каналы властей не дали контакты помощи для людей в затопленных городах? Вы же знаете, если вы на стриме были хотя бы час назад, универсальный ответ. Потому что жизнь человека в Украине ничего не стоит. И на каждый ответ, почему на стриме и ваш личный касательно Украины, ответ только один в конце следует. Потому что жизнь человека ничего не стоит. Не раньше 25-го года это потому, что придет Трамп, в том числе и поэтому. потому что Байдену нужно строить свою, и его компания будет строиться вокруг победы в Украине, окончания войны. Он не может потратить столько денег налогоплательщиков для того, чтобы не показать никакой результат. Это невозможно. А показать он его может военной победой, что просто невозможно физически, либо смешанной, что более реальной, военно-дипломатической, либо полностью дипломатической. То есть, видите, я потратил кучу денег, но я в центре Европы завершил войну, Россия не победила. Все. Супер. Ну как супер? Он все равно проиграет, но так хотя бы есть какой-то шанс. У Байдена нет шанса. Ну, посмотрите. Подпишитесь на мой инстаграм, посмотрите там видео на этот счет выкладываю. Смешные. Денис, некоторые СМИ писали, что Вайбер контролируется спецслужбами России, что думаешь? Подтверждаю, что Вайбер контролируется спецслужбами России. Для частных переписок используйте два мессенджера. WhatsApp и Signal. И по своему опыту общения с людьми из спецслужб разных используйте только вот эти два мессенджера. Пишут, взорвали даму в Донецкой области. Так, Инна Романцова, как раз очень все хорошо понимают, а вот вы ничего не поняли. Ну, так не слушайте меня, если я ничего не понял. Не слушайте меня, если я ничего не понял. У вас есть лидеры или лидеры, слушайте, я читаю там, слушайте, поклоняйтесь, нет вопросов. А я получил где-то 10-12 писем, о которых я пока ни слова не говорил, про все, про некоторые предпринимательские движения и почему оттуда выходят люди. И примерно все подтвердилось, как я начал подозревать. Я вас прошу, я просто сейчас не хочу ссорить людей, ни на кого, никаких этих, я сейчас во время войны не буду этим заниматься. Но я все уже знаю, все понимаю и это. Не переспрашивайте о Телеграме. Я вам назвал два низкомпрометированные мессенджера. Точно. Это сигнал и WhatsApp. По остальным, если бы так было, я бы сказал. От прийде барин, барин нас рассудит. Так думает все стадо. На жаль. Наталья Тацюк, спасибо вам. Я с Россией насчет детей неправда. Что неправда? Про каких детей идет речь? Так, сколько будет этих комментариев про мову? Прочитайте статью 10 Конституции Украины. Это специально с ящика, засмечивает вам миски, хочет, чтобы выгрызлась между собой. Валентина Беспала дуже верно написала. Я такую точку зору только и поддерживаю. Денис, что думаете о возможной коллаборации с Арестовичем? Он никогда этого не сделает. Денис, у вас произошел какой-то конфликт с Доротичем на отдельной почте? У меня никакого конфликта с Доротичем не было. У меня с ним записано два эфира, наоборот. Это у Сейфоп был конфликт со мной, который я полностью проигнорировал и даже по их просьбе разместил, чтобы, вы знаете, я не верю в петиции, но я ради людей сделал это. по последним по последним постам Доротичем у него конфликт со здравым смыслом. Не хочу об этом. Ватсап сигнал плюс мой муж военный пишет Валентина. Почему победа чисто военным путем невозможна? Ведь США имеет самое передовое оружие, которое и не снилось РФ, и при больших поставках его в Украину у нас будет сильное преимущество. Если бы Америка собиралась давать такое вооружение, она бы его дала. Только вы опять же забывайте, что в России есть ядерка, а нам ядерку никто не даст. Как ты думаешь, закончится спецоперация? Кому вы это пишете? Это не спецоперация, это война полномасштабная. Спецоперация это называют люди из России. Так, Телеграм, опять Телеграм, почему плохой менеджер. Не поняли, не услышали, бог с вами. Денис, министр экономики на форуме HB или NW, наверное, может новое время, не знаю, признала, что отстройкой Украины будут заниматься частные, не честные, а частные инвесторы. Очень странно, у нас же слабый инвестиционный климат. Министр экономики или финансов? Они там все сумасшедшие, не обращайте на это внимания. Мова, язык дан для общения, немецкий язык никто не отменял, из-за Гитлера. До таких примеров массовой истории. Кто забыл, Америка была колонией Великобритании. Как-то английский язык же ничего, работает здесь. Как вы относитесь к украинскому высшему образованию? Его, можно сказать, что нету нормального. В мире, я не хочу повторяться, были отдельные, посмотрите. В мире, в целом, уже все ушло настолько вперед, система образования во всем мире устарела. Но, конечно, на Западе одна держится, потому что уровень фантастический в Америке. США вытратили всего 3-2% от речного бюджета на армию. Цены так богато, как американцы им рассказывают. Это в процентах так легко говорить, особенно, когда вы эти деньги не заработали, и я. Это деньги налогоплательщиков, вернее, это не наши с вами налоги, это деньги налогоплательщиков США. И 3-2%, конечно же, это выглядит не очень, но 3-2% от миллиона и от триллиона, это чуть-чуть разные суммы. Ну так, просто. Так. Какие реформы прямо сейчас нужны Украине? А вы зайдите на мое видео про реформы отдельно и посмотрите. В Финляндии очень хорошее образование. В Финляндии единственная в мире страна, одна из немногих, которая полностью изменила систему образования. Я говорил, на сегодняшний день самая совершенная система в мире в Финляндии. Факт. Давайте сделаем флешмоб, за написать, где лодки. Да не надо, не надо. Это бессмысленно просто. Я вас прошу. Друзья, чуть-чуть еще осталось. Поставьте лайки, пожалуйста, и жду последние умные вопросы. Будем заканчивать. Учительственная врача в Германии тоже очень хорошее образование. Понимаете, на фоне того, что в Украине или в России все будет хорошее образование в других странах. В Англии хорошее образование. Но это все не для всех. Кто стоит за каналом зупыны лося, они уже за. И с темы стопхама перемешли в политику мова срачи. Того парня с вами этот Костянтин, он прибацанный, как и весь проект зупыны лося. Это абсолютно, я уже рассказывал. Ну давайте быстренько еще раз. Есть город Киев. Они бегали до войны, стравливали граждан между собой. Ты тут припарковался, а ты тут, а ты что там не припарковался? Парковок нет. Если бы парковки были созданы, то ты так паркуешься. Нет вопросов. Дальше они берут в полицию звонить. Вопрос. Если гражданин неправильно припарковался, есть парковки, нету, он формально нарушил правила дорожного движения, закон. Пусть подъезжает полиция, полиция выписывает ему штраф или делает устное замечание. В России СтопХам был создан именно для того, чтобы стравить между собой людей, пока спецслужбы потешались над этим. А потом они перекупили спецслужбу на это движение. Здесь то же самое. МВД не выполняет свои обязанности, чудак бегает, стравливает украинцев между собой. Так ты возгла в движение реальное, потребуй парковки, собери людей, как я канал на этом создавай, автомобилистов организовывай. Скажу, что ты великий. Он стравит украинца. Дальше. Поехал в Прибалтику, записывал репортажи, как в Балтийских странах с парковкой, все идеально. В Германии еще где-то показал. У меня вопрос. А что, в Балтийских странах и в Германии это добился какой-то Константин, который бегает, стравливает граждан? Или там, может быть, есть парковки, написаны законы и это регулирует либо полиция, контролирует, либо департамент по парковке, как в Америке. Тут не полиция шугает. Тут есть департамент парковки и они только могут что-то сделать. Полиция даже на это не смотрит. Ну, например, в Майами. Понимаете? Другой гражданин, гражданское лицо пшикает газовым баллончиком друг... Понимаете, что они же там дрались, газом забрызгивали друг друга. Это вот таких как Константин. Это первые враги Украины. И Винцы робит на украинской мове патриот. Это вообще непонимание, что происходит. Сейчас я забаню. Вот вам вся история. Вот что такое Константин. Когда он делал репортажи, он сделал классный, реально, репортаж про Павелка, главу Федерации Футбола Украины. Классный, там, что Федерация Футбола строит завод по производству искусственных полей. Там пилятся деньги, УЕФА, ФИФА. Вообще нет вопроса. Вот этот человек на своем месте. Его шуганул Павелка, видимо, угрожали. Он ушел автомобилистами заниматься. Вот и все. Есть государство, которое получает налоги. Вот туда нужны претензии, туда организовывать людей. Граждан между собой стравливать. Только конченые так делают. Враги Украины. Вот это все на руку Путину. Вот на этом будем заканчивать. Так. Чи порадите выезжать людям из Энергодара? Нет, не поражу. Не выезжать, не залишаться. Это ваше должно быть решение. Я не беру на себя безответственных таких дел вмешаться в судьбу другого человека, давать безответственные советы. И никогда этого делать не буду. Спасибо за этим. Константином зупинился те же люди, что из Исландии ТВ. Вполне возможно. В Исландии ТВ это даже говорить не хочу. Но еще раз меня тронут, буду делать видео про них. И не одно. И вообще расскажу такое про этого Петрова, что он будет не в восторге. Он будет отвечать за все, что он делает. Спасибо, друзья. Пожалуйста, не выходите и поставьте лайк. Без лайка не выходите со стрима, если не поставили. Будет много интересного. Будут срочные стримы. Завтра подкаст. Подписывайтесь здесь, в Ютубе. Становитесь спонсором канала и Телеграм подпишитесь. Телеграм с Ютубом очень тесто связан. Репосты делайте, показывайте друзьям. Только ни с кем не ругайтесь, из-за меня не ссорьтесь, не теряйте клиентов, пожалуйста. Зарабатывайте бабки в такое тяжелое время, если можете. Откройте банку, пишут. Банку, может быть, открою перед запуском второго Ютуб-канала. Сейчас технически занимаемся организацией. Чтобы вы эти помойки не слушались, нормальные источники слушали. Все, спасибо всем. Пока, пошел читать новости. Продолжение следует...